группы позиционно-деятельностного кластера. Затем, если это обсуждение будет продолжаться, а Соколова еще не будет, он предложил просмотреть фильм, который предлагает Александр Сергеевич Лепилин по созданию водородного двигателя в осажданном Ленинграде. По приезду Соколова мы начинаем работу в нормальном режиме с проблем технического кластера. Значит, а? В конце определяет Соколов. Значит, коллеги, кратенькая информация о том, что произошло на кластере позиционно-деятельностном. На удивление сегодня все три группы настаивали на том, чтобы их доклады были обсуждены на пленуме. Мы требовали оснований для таких требований. Две группы предъявили внятные основания. Группа государства, внятных оснований, по которым их стоило бы выносить на пленум, не предъявили. Предъявили только убедительную просьбу все-таки их выслушать. Поскольку презентация группы очень коротенькая, я думаю, что нам следует пойти навстречу товарищам по несчастью. Поэтому я предлагаю сейчас мы запускаем и обсуждаем доклад группы «Государство». После этого доклад группы «Бизнес»… Я полномочий по поводу работы с виртуальной группой, к сожалению, не имею. И я должен следовать четкой инструкции, которую я получил. Проработать сначала блок позиционно-деятельностный. Я приношу извинения своим коллегам, но в силу собственной осторожности я такое решение принять не могу. На что? Хорошо. Итак, пока мы заслушиваем доклад группы «Государство», вопрос о работе с группой удаленных коллег сейчас будет согласован. Пожалуйста, заявка от группы «Государство». Тема доклада, цель доклада и что вы хотели до нас донести. Мы готовы выслушивать группу, у которой заявки нет. Коллеги, вы помните договоренность о том, что вы делаете совместный с группой «Бизнеса» доклад, и то, что вы этого не сделали, это ваши проблемы, а не наши. Теперь вы хотите предъявить претензию, что нет вашей старой заявки? Хорошо. Хорошо. Замечательно. Мы без заявки готовы выслушать? Да. Пожалуйста. Пожалуйста, группа, начинайте. Тогда вы сами внятно озвучите, кто, с чем и зачем выступает. Пожалуйста. Пожалуйста. Группа «Семь государства». Пожалуйста, тему дня, тему доклада. Цель доклада озвучите. Тема «Актуальный ответ. Новая энергетическая стратегия региона требований к развитию энергосистемы Свердловской области». Хотим представить группу государства стратегию правительства Свердловской области, как мы уже говорили. Эта стратегия основана на восстановлении позиций региона-лидера и локомотива страны. Следующий слайд. Как я уже сказал, присутствовал небольшой кризис. И, естественно, группе государства, чтобы понять, какие действительно нужны требования к энергетике, нужно быть на позиции всех – общества, государства, бизнеса и так далее. Поэтому мы просто-напросто назвали сегодня «День мечты». То есть, что мы хотим видеть на самом деле. Дальше, пожалуйста. Государство строит свою стратегию, и государство хочет видеть энергетику экологичную, надежную, качественную, доступную, безопасную, незаметную, также автоматизированную и роботизированную. Следующий слайд, пожалуйста. Мы хотим видеть энергетику экологичной путем исключения загрязнения окружающей среды. Исключить или минимизировать выбросы, например, перевод угольных станций на газовые ресурсы. Ну, либо исключить выробку леса. Тоже повышает уровень, улучшает уровень окружающей среды. Следующий. Также мы хотим видеть энергетику надежной. Мы хотим исключить аварийность. Дальше. Мы хотим видеть энергетику качественной, чтобы она удовлетворяла всем требованиям нормативно-правовых актов, ГОСТов, техусловий и так далее. Отвечала потребностям каждого субъекта. Примером может послужить низкое качество электроэнергии в бытовой сети. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Мы хотим видеть энергетику доступной. Как уже известно, есть населенные пункты, удаленные от центров источников питания, до сих пор не подключенных. Мы хотим, чтобы они были все подключены. Следующий. Мы хотим видеть энергетику безопасной. Простыми детскими словами, чтобы током не убило. Следующий. Мы хотим видеть энергетику незаметной, чтобы просто было красиво и мы ее не замечали. Следующий. Мы хотим видеть энергетику автоматизированной и роботизированной, чтобы исключить максимально человеческий фактор. Следующий. Энергетика будущего – это как один из инструментов восстановления лидирующих позиций региона и экономических показателей региона. Также тоже социальных показателей региона и так далее. Можно это продолжать. В реализации вышеуказанного будут вовлечены все субъекты функционирования энергетики. На этом мой доклад закончен. Хотелось бы сказать, что государство хочет вести именно политику в таком направлении и будет выдвигать соответствующие для этого требования. Следующий день у нас будет как раз и концепция развития энергетики. Мы бы как государство хотели бы, чтобы все вот эти требования представлены, выполнялись. В соответствии с этим мы будем, не буду забегать завтра, что мы будем делать. Но в принципе это никому не секрет в том, что государство пишет какие-то нормативно-правовые акты и так далее. Что мы будем и делать. Все, спасибо. Спасибо. От группы дополнения, уточнения еще что-то есть? Нет. В дополнение, да, пожалуйста. Я бы хотела немножко уточнить, потому что у нас на кластере был такой вопрос. То есть мы не говорим о том, что сейчас государство не беспокоится о том, чтобы энергетика была экологичной. Мы хотим помечтать на самом деле и пофантазировать не в рамках того, что мы можем сделать, а что мы действительно хотим видеть. То есть не то, что нам надо заменить что-то. И на самом деле пример о том, что там не угольные станции, а там перевести их на газ, может быть не на газ, может быть на то, чего на самом деле сейчас еще нет. На то, что будет эффективно, экономично и так далее по всем параметрам. То есть наш доклад воспринимать как сейчас мечта, это она, ну на данный момент неосуществимая, может быть неосуществимая еще в ближайшие десятки лет. Но чем глобальнее мечта, тем глобальнее будут пути решения. Правильно ли я понимаю, что сегодня группа государства выступает с позиции мечтателей? И мечтает о том-то, о том-то, о том-то, о том-то и о том-то. Частично. И это содержание их мечты, оно отображено в презентации. Частично, да. Понял, спасибо. Что-то еще от группы есть? Вопросы на понимание и уточнение? Здесь в начале было, пожалуйста. Группа, скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что ваши мечты на будущее ничем не отличаются от реалии, от настоящего, в настоящем? А реалии настоящего, они сейчас совершенно иные. Можно первый слайд? То есть ответ неправильно понимаете, да? А, да. Как коллега должна понять ваш ответ? Неправильно понимаете, да? Небезопасная энергетика, недоступная, некачественная, ненадежная. Это уже уточнение, да? Нет, так я готов. Пожалуйста, я правильно понимаю, что государство сегодня выдвигает ряд требований, но не видит, вот как бы не может завернуть в одно понятие, какая именно эта энергетика, отвечающая таким требованиям. Вопрос понятен? Да, это называется энергетика. Это вопрос на понимание. Я правильно понял, что вы сегодня себе достаточно четко такую энергетику не представляете? Неправильно, неправильно понимаете. Неправильно мы представляем ее. Эта энергетика хорошо распределенная или традиционная? Это уже как бы… Пожалуйста, Саша. Александр Лемев, группа роботов. Группе роботов, конечно, понравился слайд, там где роботы. Собственно, вопрос такой, а рассматривала ли сегодня группа в своей работе что-либо связанное с тем, как будет вот в этом, собственно, в этой реальности себя вести и вообще, собственно, и как будет выглядеть государственное управление в энергетике? Оно будет как-то представлено вообще? То есть, собственно, либо у нас энергетика будет частная, либо государственная, либо еще какая-то. И что, вот, группа такие вопросы рассматривала? Нас рассматривала. В группе государства не принципиально какая будет энергетика. Главное, чтобы она удовлетворяла всем вот этим требованиям. Право собственности, правильно я понимаю? Хотели сказать? Спроси. Одну минутку, не закончен диалог. Вас устраивает ответ, Саша? Ну, как бы, не очень. То есть, еще раз, вот, я правильно понимаю, что вы, ну, например, не рассматривали вопросы, как, например, будет выглядеть, собственно, государственное управление. То есть, вот, у нас есть сегодня такое государственное управление, а вы говорите, что будет какое. Саша, можно я вас прерыву? Нет, я рассматриваю, отвечаю. Злоупотреблю своим служебным положением. Мне кажется, вы не очень точно выслушали девушку, которая говорила, у нас нет ничего, кроме мечт, да? И это изложение нашей мечты, а вы как в каких-то низменных реалиях. Ну, ну да, да. Это правда. Ну, то есть, да. Ну, хорошо, спасибо. Извините. Если группа ошиблась в определении своей позиции, тогда я снимаю свое замечание, и вы можете продолжать. Группа продолжает настаивать, что это изложение содержания ее мечтаний. Или это что-то иное. Или это изложение требований. Или это рамка, по которой они завтра собираются нормативные акты выпускать. То есть, если группа настаивает, что это мечты, то, с моей точки зрения, обсуждать нечего, нужно просто поаплодировать и добавить. Хорошо бы еще, чтобы небо было голубое, вода чистая, трава зеленая, дети здоровыми и радостными. И, как бы, мечты тогда дополнятся. Что будем делать? Продолжаем обсуждать? То есть, чужие мечты мы продолжаем обсуждать. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Александр, группа кадры. Хочу задать вопрос на прояснение позиции. Вот вы сказали, что вы выступали с позицией мечтателей. И вот эти ваши мечты, они, вот когда мечтают, то мечтают, чтобы что-то было зачем-то. Вот все вот эти требования к вашим представлениям об энергетике, они вот с точки зрения государства зачем можно? Чтобы было счастье. Счастье кому? Всем. Всем. Конечно. И Китаю. А? И Китаю. Конечно, всем. Не, мы про страну говорим. Мы про страну говорим. Про страну, регион. То есть, за географические рамки государства мы не выходим. Коллеги, можно я аналогию? Если вы помните, Уэллс называл Вадима Ильича Лянина кремлевским мечтателем. Мечты – дело серьезное, иногда и очень опасное. Да? Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Смирнов Андрей, я правильно понимаю, что группа не разбиралась с тем, что такое стратегия? Нет, неправильно. То есть, ответ – группа разбиралась. Да. Понятно. Можно суждение сказать? Скажу с позиции бизнеса. Бизнесу не нужно такого государства, у которого такие мечты голосовать. Мы за вас не будем и долой вас. Мятежное настроение слева мы услышали, пожалуйста. Михаил, группа кадры. Вообще, я считаю, что очень хороший доклад в том смысле, что он очень репрезентативен, очень хорошо отражает реальную позицию государства. И после того, когда вы еще сказали, что разбирались с сутью того, что такое стратегия. Ну, вот я считаю, что вдвойне, да, потому что в моем представлении стратегия – это в первую очередь определение приоритетов и, ну, то есть, выделять, что важно, чем мы готовы пожертвовать, чем не готовы. Ваша программа больше похожа на программу к 4 декабря, что, в общем-то, и понятно. И вот я считаю, что здесь и кроется основная проблема, потому что я вот посмотрел внимательно доклады последних двух дней. Там проблем-то как бы нет, а вот здесь, я считаю, есть проблема. Проблема заключается в том, что тот механизм постановки задач на развитие энергетики, который предусмотрен законодательно, он по разным причинам не работает и альтернативного нет. Поэтому вот в этом я вижу проблему развития энергетики, в том, что орган, который должен как бы планировать развитие, и его координирует, это не делает, а вместо этим занимается вот красивыми картинками. Спасибо. Спасибо. Еще есть оценки, отношения, несогласия? Пожалуйста. Да, Алексей, качество жизни. Так, решил немножко проверить, как вы своим собственным содержанием владеете. Можно? Можно встречный вопрос. А как можно владеть содержанием собственной мечты? Немножко тогда поясню. Не только сегодняшнего дня. Вы помните, какой вызов стоял перед вами вчера? Напомните, пожалуйста, нам. Я помню, но на всякий случай у вас спрашиваю. В том, что власть будет... Нечитательное настроение нарушаете. Что при приходе второй мировой волны кризиса власть будет бояться... Государство управления будет бояться потерять эту власть. Ну, то есть вызов угрозы потери управления, ну или вообще угрозы власти, так? Да, да, потери управления. Ну, как вы считаете, вы ответили на эту угрозу сегодня? Можно я вместо группы? Да, ответили. Мы начали мечтать. Устраивать такой ответ? Ну, это ваш ответ. Да. Группа согласна с этим ответом? Спасибо. Группа согласна? Стоит дальше продолжать обсуждение. Пожалуйста. Микрофон. Ну, обсуждалось уже, в принципе, что откуда берутся цели, например, из мечты. То есть если эти мечты, условно говоря, приведут целям, то это, считаю, хороший позитивный доклад. Еще оценки, мнения. Одну секундочку, пожалуйста. У меня в группе с некоторыми уточнениями, видимо, сначала уточнения, потом, наверное, будут суждения. Значит, можно поближе к концу там слайд, может быть, самый последний. А, нет, ну не я тут, конечно, предыдущий. Значит, вот здесь написаны субъекты функционирования энергетики. Значит, группа, кого видит вот в этих субъектах функционирования энергетики? Это вопрос на уточнение или какой вопрос? Если вы не поняли вопрос, не стесняйтесь, говорите вопрос непонятен, сформулируйте четче. Это совершенно законное требование. Тут вопрос уже не на понимание, он достаточно уже принципиальный. Вот под субъектами кого группа видит? Субъекты функционирования энергетики – это те субъекты, которые задействованы каким-либо образом или причастны к энергетике. Хорошо. Вот теперь, видимо, вопрос на понимание. Правильно ли я понимаю, что группа государства будет мечтать так, чтобы эти мечты воплощали все окружающие? Конечно. Вот они будут воплощать, она будет сидеть, а все остальные будут воплощать их мечты. Государство занимается политическими вопросами, разрабатывает стратегию, а… Понимаете, что говорит вам государство? Андрей Георгиевич, можно вам возразить? Если я такой мечтатель, что я всю жизнь сижу и мечтаю, а все остальные мои мечты реализуют, я вот такой организатор, мне можно только позавидовать. Так что вы зря так скептично к этому относитесь. Понятно, я радуюсь за такое государство, конечно, и за себя в таком государстве. Алонцев Павел, группа кадры. Я вот на самом деле просто хотел посоветовать группе. Я что видел из этого доклада? Перечисления. Вы на будущее, вот когда перечисляете, вы постараетесь показать образ. Я кроме перечисления просто ничего не увидел больше. То есть какая энергетика? Да, экологичная, да, там безопасная. Например, приводился. Примеры же приводились. Каждый слайд, каждого было представлено, даже специально наглядно, чтобы как детям было понятно. Ну вот почему-то я просто общего-то образа. Это совершенно нормальная связка мечтателей и дети, которые этих мечтателей слушают. То есть тут все нормально, на детей было рассчитано. На детей это в кавычках, конечно, было сказано. Да, конечно. Пример, ведь конкретно, показан пример. Хорошо. А общий образ? Перевод ВЛ в кабельную линию. Нет, подожди. Вас это устраивает? Нет. Вы согласны, что у вас ребенок, гуляя во дворе, залезет в ту пушку и его током убьет? Согласен. А кто вообще? Нет, я к чему хочу сказать… Вы хотите этого? Нет. Я к чему… О чем полемика, коллеги? Давайте уточним. Я к чему. О, у вас картинки поясняются, все понятно, а у вас общая эта картина сложилась, общая из всех этих картинок маленьких. Можно я в защиту группы выскажу? Да, конечно. Почему группе из двух человек можно иллюстрировать свои тезисы танцем, а группе государства нельзя иллюстрировать свои тезисы картинками? Имеют право. Спасибо, коллеги. Я думаю, что обсуждение можно прекращать, потому что обсуждать чужие мечты, оно как-то вот отдает, да? Я хочу лично поблагодарить группу. У меня… Я же человек прошлых времен, когда у государства были очень четкие и емкие лозунги. Я по ним стосковался. Сейчас слоганы, а тогда были лозунги. Например, экономика должна быть экономной, энергетика должна быть надежной. Я уже давно такого не слышал, теперь услышал, мне это нравится. У меня ностальгическая благодарность. Спасибо, садитесь. А можно комментарий? Конечно. По-вашему. А эти лозунги, которые вы помните, они в жизнь осуществились? Нет. По простой причине. Обещали, что к 80-му году будет построен коммунизм. Понятно. К 2000-му году была мечта, что каждый гражданин СССР получит отдельное жилье, ну и так далее. Что экономика будет экономной. Ни одна из мечт, которая была в лозунгах, именно в лозунгах, зафиксирована, увы, не срослась. Разве квартиры не раздавали бесплатно? Я не об этом. Как вы говорите? Я о мечте, что у каждого жителя к 2000-му. Конкретная мечта была. Не вообще, а к 2000-му году. В любом случае, спасибо, вы у меня ностальгическое настроение вызвали. Можно я еще скажу чуть-чуть? Если нужно, то да. Наверное, да. Я просто хочу маленько в защиту группы. Мне кажется, что позиция, вообще, ну такой группы как государство, она достаточно сложная. То есть вот на протяжении игры многие группы там, в общем, продолжают говорить. Все еще там, что нам что-то там должно государство дать, какие-то механизмы. То есть легко очень все свалить на них. А у государства, у него такая позиция, что ему нельзя ни на кого ничего свалить. Ну и тогда, опять же, в силу вот такой вот бурной реакции, я надеюсь, что сейчас все остальные группы прямо вот такие жесткие механизмы предложат, как они там все будут делать. Хорошая провокация, замечательная, мне нравится. Если серьезно, да, Илья же совершенно прав, что мечта – дело хорошее. И любое большое дело начинается с мечты. Но мечта должна быть подкреплена стратегией, ресурсами, волей и так далее. Если всего этого у группы хватит, и она завтра от мечты перейдет к каким-то внятным действиям в ту же сторону, а не в другую, тогда мы перед ней извинимся и скажем, да, мы недооценили степень действенности вашей мечты. Есть комментарий. Обсуждение прекратить. Есть комментарий немножко. Да, пожалуйста. Есть такой небольшой вопрос. Михаил, группа «Традиционная энергетика». По мне, государство – это совокупность интересов населения, организаций и всех остальных субъектов, так сказать, объединенных территорий. Я не вижу, чтобы они выражали чьи-то интересы. Мы услышали вашу точку зрения. Спасибо за комментарий. Хорошо. Если надо, нет вопросов. Хоть полчаса еще. Ну, про мечты как бы, да, тут надо как бы развить тему. Раз про социализм тут затеяли, как бы, тематику коммунизм. На самом деле, вот если вспомнить того же Уэлса, как бы, да, что он писал там про коммунистов, он говорит, ну, люди, конечно, бредовые, да, значит, лозунги их там, пророк их там, Маркс, там понятно, что он такое, да, вот, но тем не менее, они, говорит, нас победят, капиталистов, потому что у нас-то чего только деньги, как он-то писал, жалкие, изворовавшиеся там, думающие о своей шкуре, там, какие-то дельцы, как бы, да, а здесь куча людей, объединенных какой-то общей идеей. Ну, или мечтой, можно, если так перефразировать эту фразу, да. Вот он сказал, что в этом сила. Ну, все. Прогноз сбылся? Коммунисты победили всех капиталистов на земле? Ну, я бы так сказал, что, по крайней мере, был предпринят опыт, как бы, да, опыт, насколько он, как бы, удачный. Это можно говорить про другое, но, с другой стороны, скажем так, Ну, скажем так, что, значит, победили, не победили. Они, по крайней мере, дали новые мироощущения, например, то, что победило мировую войну именно социалистического общения, потому что никто бы другой просто не победил. А второе, вся колониальная система как раз лукнула после, собственно говоря, скажем, победы в Второй мировой войне. И понятно, кем она была обеспечена и организована. Можно по-разному сейчас обсуждать, цены весов там, как бы, складывать, но, тем не менее, я считаю, что, скажем так, победила не победила, сложно сказать, но вклад в развитие, скажем так, общественной жизни и вообще всего нашего общества, оно внесло серьезное. Это как в том анекдоте. Жена выходит из салона красоты и говорит, ну как, милый? Он посмотрел на нее грустно и говорит, ну, по крайней мере, ты попыталась. Я предлагаю коллеге перейти к более грустным вещам, да? А именно от мечтаний государства перейти к мечтаниям бизнеса или… У бизнеса тоже мечты или что-то иное? Как тема доклада звучит? А, государство мечтает, а бизнес требует. Пожалуйста. Озвучьте, кто, что, цель. Так, сейчас включим. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Сергей Юрченко. Я представляю группу «Бизнес». Буду рассказывать доклад наш. Тема доклада «Требования бизнеса к новой энергетике». Продолжение следует. Пользуясь временной заминкой и злоупотребляя служебное положение, у меня просьбочка. Коллеги, все, кто записался на этот разовый семинар по системе и системности, пожалуйста, накидайте те вопросы, которые вы хотели бы услышать и передайте мне, потому что иначе мы можем в перпендикулярных направлениях пойти. Вы будете ожидать одного, а я буду давать другое. Если не трудно, группа укомплектована. Было объявление совершенно открытое. Все желающие записались. Нет, коллеги, тут на самом деле ситуация в чем, да? Мы уже готовы. Все? Следующий перерыв, когда я опять дарвусь до микрофона, я, пожалуйста. Итак, господа, требования бизнеса к новой энергетике. У бизнеса, как у потребителя, есть и будет потребность в электроэнергии. В первую очередь электроэнергия должна быть дешевой, так как от нее напрямую зависит прибыль предприятия. Следующая страница. На предоставленном графике хорошо видно пропорциональность зависимости перспективности предприятия от повышения цен на электроэнергию. К примеру, за последние три года тарифы на электроэнергию увеличились в полтора раза. При условии того… Ну, я думаю, можно продолжить, наверное, да? Да там графики у нас. Да нет, я подожду. Пока можно вернуться к вашему объявлению. Пока у нас очередная заминка, я вам подсказочку. Если вы ничего не сделаете, следующий вопрос будет такой. А вообще бизнес готов что-нибудь сделать, чтобы она была дешевой? И что именно? Ну, у нас предложение же сейчас будет. Кто купил известную ГРЭС? Бизнес или государство? И кто поднимает тарифы? Видимо, бизнес в столь жесткой форме предъявил требования, что даже техника начала ломаться. Происходит перезагрузка системы, да? От требований бизнеса. Пожалуйста, продолжайте. Итак, господа. За последние три года тарифы на электрическую энергию увеличились в полтора раза. При условии того, что цены на продукты производства выросли незначительно. А в перспективе при таком вызове, как кризис, вообще могут упасть. Тем самым дорогая электроэнергия способна ограничить прибыль предприятия, а то и вовсе привести к его исчезновению. К примеру, можно взять всем известный богословский алюминиевый завод. Следующий слайд, пожалуйста. Сложившаяся на сегодняшний день схема получения предприятием электроэнергии зачастую неэффективна. Итак, потребитель номер один – это наше предприятие. Наше предприятие увеличивает мощность, появляются новые потребители P7, P8. Бизнес и государство принимают решение, а не построим кому еще одну генерацию, третью в этой схеме. Так как у нас генерация один и генерация два не выдерживают. Строится третья генерация, генерация начинает гудеть, вырабатывает электроэнергию, гнать ее по всем этим проводам до потребителя. В системе происходят огромные потери, энергия приходит дорогая. Мы бы не хотели брать в будущее вот такую схему, так как в будущем нам нужны только эффективные предприятия. Следующий слайд, пожалуйста. Ситуация может развиваться разным образом. Вот, к примеру, один из них. Потребитель строит себе генерацию и удовлетворяет тем самым свой запрос в дешевой электроэнергии, а также может и удовлетворить потребности ближайших потребителей, вновь образовавшихся. Анализируя ситуацию в будущем, мы представили, какой должна быть новая энергетика. Это позволило нам выделить ряд обязательных свойств. Максимальная скорость подключения к энергоисточнику, экономичность и безопасность, мобильность подачи электроэнергии в заданную точку при необходимости, удобная транспортировка топлива по возможности бесплатно, надежность источника, бесперебойность, минимальное количество отходов, возможно и без отходов, минимум обслуживающего персонала, максимальное соотношение мощности к площади. У нас, у бизнесменов, как и у людей, есть пожелания. Наше предприятие должно оставаться внешне красивым, предприятие должно оставаться экологичным, предприятие должно сократить до минимума вредность производства для сотрудников. Да, верно. Следующий слайд. Ну, в принципе, там вывод. Это достаточно смелое решение, однако мы всерьез хотим заявить, бизнесу не принципиально какой будет новая энергетика, централизованной или распределенной. У бизнеса есть ряд требований, которым она должна соответствовать. У меня два вопроса. Спасибо, коллега. Вопрос первый. Не возражает группа, если к ее основному требованию о цене электроэнергии такое добавление сделать? Бизнес требует, чтобы энергия была дешевой, а еще лучше бесплатной. Не возражает? Ну, вообще нет. И второй вопрос. Кому именно бизнес предъявляет эти требования? К населению, государству, Господу Богу, к себе и своим товарищам по бизнесу? Кому адресованы эти требования? Вопрос понятен? Вопрос понятен. Пожалуйста. Мы можем эти требования применить и к себе. А можете еще к кому? Можем предъявить государству. Господу Богу. То есть вам все равно, кому предъявлять? Или это у вас требования адресные? Мы требуем от правительства то-то, от населения то-то, от себя самих то-то, от Господа Бога то-то. Или они у вас не адресные? Они направлены, ваши требования в пространство, так же, как у государства мечты в пространство. Понятен вопрос? Будете отвечать или пропустите? Возьми микрофон. Да поверни просто. Вот те требования, которые сегодня наша группа разработала, она разработала их к энергетике. Причем энергетику сейчас, на сегодняшний день бизнес понимает следующее. Это та область, это тот кружок, неважно, дальше вы там по группам разбирайтесь, кто есть кто там, который даст нам электроэнергию. Все. Поэтому мы говорим, нам нужна электроэнергия дешевая. Вот наши требования к энергетике. И один из примеров, как мы это видим. Понял. По вопросу адресности требования разобрались. Теперь остается вопрос, в какой форме вы эти требования собираетесь предъявлять. Например, в форме лозунгов вы вешиваете растяжку. Бизнес требует дешевой энергетики. Или в какой-то иной. Я не готов ответить на этот вопрос. Мы предлагаем вот эти требования записать некоторым как бы группам, вплоть до даже экспертному сообществу. И после того, как экспертное сообщество создастся, вот она должна нам сказать, какая энергетика соответствует данным требованиям. Я понял. То есть бизнес понарошку, он напишет на бумажке, передаст в игровую группу. И когда там скажут, ну да, но потом, потому что сейчас не можем. Бизнес будет удовлетворен и свои требования с ними. Я правильно понимаю позицию бизнеса? Ему все равно в какой. В форме бумажки записки в игровую группу. Понял. Спасибо. Пожалуйста, обсуждение. Вопросы. Вопросы, да, группы? Если я правильно понял, центральный тест бизнеса, чтобы энергия была дешевой, так? То есть я, если понимаю, то если энергия будет дорогая, то никакие другие свойства не послужат развитию бизнеса. Мы просто загнемся. Ну то есть я поясню просто, например, вот примеры есть там зеленой энергии, например, ну на западе, так? Там многие люди покупают зеленую энергию, потому что она дороже, но она зеленая. И потому что они тем самым чувствуют себя, как сказать, крутыми, как бы, да? Или там, ну, скажем так, или покупают экологически чистые продукты, хотя, так сказать, это шкич просто, как бы, так? А зеленая энергия – это вообще бред, потому что на самом деле никогда ты не определишь, она зеленая она или какая, где она выработана, но тем не менее они верят в то, что они, вот, производя энергию, очищают свою страну и все такое. Вы это отрицаете, да, я понимаю? Или не рассматривали такие вещи? Группа не прорабатывала этот вопрос. Пожалуйста. Вопрос на понимание. Девочки, ты говоришь. Валентина, группа конкурентоспособность. Я правильно понимаю, что группа не рассматривала другие варианты повышения конкурентоспособности бизнеса, только понижение тарифов, то есть понижение затрат на электроэнергию? В данном докладе нет? Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Нет, пару вопросов. Первый вопрос. Вот схему вы предоставили. Правильно ли я понимаю, что такой схемы на данный момент нет? Какой? Что… Нет, нет. То, что потребители не ставят себе источники собственной генерации. Ставят. Слайд номер какой? Давайте найдем, чтобы было понятно пленуму, о чем мы говорим. Участники кластера понимают, в чем здесь прикол, а пленум нет. Это третья страница, по-моему. Еще. Вот. Вопрос, да, об этой схеме. Это есть на самом деле, да? Ну, сейчас в нашей реальности есть такое, нет? Есть что? А то, что потребители ставят себе источники малой генерации. Да, такая схема существует. Можно я отвечу? На сегодняшний день такие источники есть, но они не очень эффективны. Например, дизельные электростанции. Тенденция такова, что разрабатываются новые технологии, например, установки ТТ или атомной электростанции. Завтра у традиционной энергетики появится очень сильная конкуренция в виде нетрадиционной. И мы, как бизнес, будем выбирать либо брать энергию у традиционной, либо у нетрадиционной, которая, скорее всего, будет дешевле. Я вот почему-то знаю такие примеры, что не только дизельная генерация. Например, такие установки, как ПГУ и ГТУ. И вот там КПД достигается прямо до 80%. Это прямо относится к вашему вопросу? Да, вопрос. А зачем это вот в докладе? Это пример, как у нас, у бизнеса, у потребителя появилась дешевая энергия. А уже есть, ну, как бы появилась. Ну, вот на данном примере. Коллеги, можно подсказку? Есть замечательная форма ответа на вопрос, зачем? А за надом? Ну, нормально, хорошо. А правильно ли я понимаю, что группа бизнеса себя позиционировала как потребитель? Верно. В данном случае. Да. Это, ну, просто такое понимание. И дальше. А правильно ли я понимаю, что бизнес вправе что-то требовать от кого-то? В условиях конкуренции традиционной и нетрадиционной конкуренции вот эти лозунги, дешевая, экологичная и прочее, мы будем предъявлять именно к поставщикам электроэнергии. И в условиях конкуренции мы будем вправе требовать того, чего хотим. Нет, вы придете сейчас к генерации сказать, дай мне дешевую электроэнергию, вам скажут нет. Вы нам говорите… Вы развернетесь и уйдете, да? Уйдем в другую генерацию, она нам построит здесь генерацию. А кто же вам скажет нет и вы тоже уйдете. Нет, она построит на предприятии, на предприятии бесплатную дешевую энергию и даст нам ее и все. А почему Богословский алюминиевый завод сейчас не может себе поставить источник малой генерации, он дешевый там, все дела? Ну, я не директор Богословского алюминиевого завода. Понятно, окей. И это факт, попробуйте оспорить. Да, я оспорю. Просто у меня такое мнение получилось, что здесь группа как бы тоже мечтает, потому что нету конкретно кому требования и вообще какой эффект эти требования смогут вообще изыметь. И еще одно небольшое замечание по поводу повышения цен. Насколько я знаю, в Европе цены на электроэнергию дороже. Дороже ведь, да, в Германии? Дороже, да. Вот там производство почему-то не загибается, а у нас вот загибается. Проблема в производстве или все-таки как в чем-то еще? Спасибо. Ну, если вы внимательно слушали доклад, то я сказал, цены на электроэнергию растут быстрее, чем цены на алюминий, предположим, если мы будем богословский алюминиевый завод рассматривать. Они за три года могут вырасти на 5%, а могут вообще не вырасти. А может будет кризис, и цены вообще на рынке рухнут. И тогда невыгодно будет работать просто-напросто. Я вот, может, ошибаюсь, но в России вроде как бы одни из самых дешевых цен, да? Может меня поправит кто, если это не так. И как бы алюминий, вот, он вроде не только в России производится. А если он такой не... Не, я не говорю про Вегерманию, я говорю вообще как бы... В Германии не производится кто? Не давайте ему договорить, Андрей. Я договорю, потом вам дам микрофон, вы тоже скажете, что вы думаете. Вот. Но, возможно, тогда нам не нужен алюминий. Вот такое у меня мнение, что как бы раз он не востребован и не покупается по той цене, по которой его продают, ну, видимо, он как бы не нужен. Единственная просьба, значит, приводить корректные примеры. Что докладчикам, что вопрошающим. То есть надо опираться на фактический материал, а не оперировать просто так, чем-нибудь. Призыв услышали, призыв справедливый, пожалуйста. Я бы попросил вернуть слайд с требованиями. У меня вопрос к бизнесу. Почему бизнес говорит, что я не пойду голосовать за такое государство, если государство говорит то же самое? По-моему, вы с ним согласны на 100%. Это вопрос номер один. А вопрос номер два… Вопрос номер два. Я правильно понимаю, что какую-то характеристику в энергетике можно ввести киловатты на квадратный метр. Вот это к последней строке относится. Я не очень понял, что это. Ну, а я начну с последнего вашего вопроса. Максимальное соотношение мощности к площади – это мы рассматриваем тот вариант, когда генерация появляется на территории нашего предприятия. Территория нашего предприятия, она не резиновая. И мы не можем там себе позволить большую какую-то генерацию, тем более какую-то устаревшую технологию. Нам здесь интересна генерация, которая занимает минимум места и дает максимум мощности электроэнергии. Коллеги, целесообразно продолжать дальнейшее обсуждение? Как вы полагаете? Это ответ на вопрос? Пожалуйста. Ответ на вопрос, почему государство мечтает и бизнес выдвигает свои требования, собственно, кому? Ну, это своего рода задел тем группам традиционная и нетрадиционная энергетика. Может быть, и технологии, и робототехника. Какие требования у нас, у государства будут к завтрашней энергетике? Как направление? В каком направлении работать? Завтра же будут конкретные уже предложения выдвигаться. Ну, мы думаем, что вот исходя из этого надо их формировать. Спасибо. Пожалуйста. Микрофон передайте. Микрофончик туда передайте. Вот все-таки осталась какая-то неясность, какая-то противоречивая позиция. То есть, с одной стороны, вы говорите, что энергетика для нас черные квадраты, нам там хоть трава не расти, лишь бы это было подешевле. А дальше вы выставляете некоторые требования, которые, как мне казалось бы, для бизнеса это вообще фиолетово. Там минимальное количество отходов, минимум обслуживающего персонала. То есть, вот здесь я-то хотел бы понять, какая у вас позиция. Либо вы чистые бизнесмены, вы говорите вот так, либо вы говорите, мы тут социально ответственный бизнес, и тогда такая позиция, она уже не работает. Можно, да, я отвечу на этот вопрос. Это ответный вопрос, да? Да, это ответный вопрос. К чему относилась вот эта, что удобная транспортировка топлива, там можно и без отходов, к тому, что мы здесь не разделяли централизованную и распределенную генерацию. Если мы ставим вот этот пример, да, мелкую генерацию на территории нашего завода, то нам было бы замечательно, если бы отходов не было вообще, если бы топливо было где-то под рукой. Мы просто не разделяли этого. Мы вам привели пример, что мы можем брать как от централизованной, тогда, естественно, это не подходит, так и ставить внутри станции, к примеру, какую-нибудь там, как он, ТТ или что-нибудь еще. Миш, ответ по существу принят или нет? Следует дальше ваш диалог продолжать или снимаете вопрос? Пожалуйста. Ну, вот у меня в продолжение как бы вот этого непонимания. С одной стороны, когда вы говорите, что мы хотим дешевую энергию, значит, или там бесплатную даже, то есть это мне говорит о том, что вы как бизнес свою, ну, как бы свою вот эту ПГУ или что-то вообще не будете строить, и тогда вот как бы продолжение вот этого всего, да. Либо тогда вам нужна какая-то централизованная энергетика, кто-то к вам придет ее построит. Но тоже тогда непонятно, на каких основаниях это будет бесплатно. Скажите, что такое ПГУ? Это одна из технологий производства энергии, насколько я знаю. Ну, я так отвечу на ваш вопрос. Я здесь уже говорил то, что возможен вариант то, что мы сами сесть на своем предприятии, построим себе генерацию и будем пользоваться своей генерацией. То есть тут в зависимости какие будут предложения. Ну, сами, значит, это вам не бесплатно будет точно. Так это вопрос, сколько это денег? Вот сейчас у нас предприятие не располагает большой суммой. Тогда непонятно, как бы вот к чему требования все-таки, к технологиям вот это вот, которые вы будете выбирать, или это к субъекту энергетическому другому предприятию, тогда вы определитесь, к чему требования. Амина, амина, ну вам же четко сказали. Пишется на бумажке, относится в группу государства. Ну, чего же вы так плохо слушаете ответы группы? Пожалуйста. Ну вот я еще тоже попробую. Илья Новиков, группа конкурентоспособность. Ну вот у меня какое-то такое вот ощущение… Где он? Я его не вижу. Где он? Это я. Это я вот. Это у нас условно-виртуальный участник, его не видно. Ну вот у меня тоже такое ощущение какое-то, что вот как-то нет какой-то вот интересности или изюминки, что ли, у позиции группы, бизнес. Ну то есть вот нам дайте все дешево и бесплатно, и все нормально. Ну то есть как-то вот это и так понятно, что бизнес он такой. Бизнес есть бизнес. Ну да, да, классно. Выучили однако. По поводу изюминки можно разъяснить? Ну то есть вот зачем, зачем вот эта как бы группа говорит все это и так, все понятно. Ну как-то вот… Я человек далекий, я человек далекий, равноудаленный, да, и от бизнеса и энергетики мало там чего понимаю. Но вот я четко схватил различия в докладе бизнеса и в докладе государства. Их как минимум два. Государство мечтательно мечтает, а бизнес мечтательно требует. У государства картинки красивые и глянцевые, а у бизнеса нарисованные от руки. И вот если вы эту изюминку не почувствовали, это специально для вас. В чем изюминка, специфика выступления группы бизнеса? Мое мнение субъективное, ни для кого нельзя. Прекращаем обсуждение или продолжаем? Да, пожалуйста. Я как бы тоже вот поддерживаю, что мне кажется, это надо позицию жестче занимать. Да, если вы последовательно и говорите, мы, значит, ничего личного, только бизнес, только дешевые тарифы и так далее, тогда надо убрать всю эту, так сказать, шелуху-то прочую социальную, так? У вас цель конкретная, надо ее решать, и можно ее решить, и способы есть, и известные, как бы, да, как понижать себестоимость электроэнергии, да, там в СССР там было 4 копейки, например. То есть я к чему говорю, то что вы тогда занимаетесь как-то уже более определенно, а то на самом деле от Михаила поддерживают, тут что-то как к вам сложно относиться, потому что вы и так, и так, как бы, то есть, почитав эти все требования, тут я понимаю, что, а может, вы на благо государства это и делаете для развития страны, но тут-то как бы из этого не следует, как бы, если вы говорите низкие тарифы, и так, как вы хотите занимать вас, чтобы вы разуп τα, до этого не проживали, если выращаемся, то есть у вас с какой-то до высокой у вас в семье. Это было бы до 84-voll за год и все,таки, когда для それка наша blessingokuva к studium недвижимость omnipot Got foram Что это было бы, но вам же легкое. Я gewанна, что что тут же делаем, подстह simplified сот, и уеха готов, в том числе женщины нема, нужно какой-то неслуживать. Поэтому отстегтов к месту, которая будет что-то проживая альич하하я, Продолжение следует... 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 Прошу прощения, к этой части доклада есть вопросы? Добрый вечер. Следующий слайд, пожалуйста. В основу нашей модельки мы предлагаем все-таки беречь честь молодую, то есть не запятнать ее изначально. Следующий слайд, пожалуйста. Вот схема организации экспертного сообщества в целях исключения коррупции. То есть здесь предоставлена внутренняя схема и стрелочки, которые зачеркнуты, скажем так. Это мы пытались исключить воздействие, вот эту коррупцию на объекты в этой схеме. То есть есть какой-то источник финансирования, который мы еще не разрабатывали, ну и не столь важно, пока председатель получает проект, передает координатора, координаторы взаимодействуют с экспертами. Об этом следующая будет схемка. Эксперты передают заключение, создают проект, общий проект заключения и выдается на рассмотрение высшему экспертному совету. Следующий слайд, пожалуйста. А вот мы видим вот такую вот схему работы по экспертизе некого проекта. То есть проект пришел, координатор разделяет его по направлению экспертизы, например, техника, безопасность, экономика. Мы рассмотрим на примере экологии. По направлениям координатора направляет неким экспертом, экспертом от государства, пускай это будет какой-то инспектор Роспотребнадзора, будет какой-нибудь представитель, эксперт от бизнеса, аудитор. И от общества, ну вот как в порядке предложения, но специалист, который уже на пенсии, он не в бизнесе, не в государстве. Они предоставляют свои некие заключения, которые попадают обратно к координатору. Происходит общее сначала заключение по разделам, и которое входит в общее заключение по проекту. Мы видим вот так вот эту ситуацию. Я все? У вас все, да? У меня такой методический вопрос. Если можно там коррупционную схему слайд? Да, пожалуйста, пожалуйста. Назад микрофон передайте. Дополнение от группы. Да, группа экспертного сообщества. Я хотел бы просто вот эти две части, какая связь между ними, чтобы пояснить. То есть, как мы решаем проблему, мы озвучили проблемы в создании экспертного сообщества. Дальше мы взяли и построили схему, где попытались эту проблему разрешить. Вот здесь видно, как разрешается проблема, в принципе, построение сообщества какого. То есть, с одной стороны, мы говорим, что деятельность должна быть неоплачиваемая. С другой стороны, мы говорим, что и без этого мы обойтись не можем. И дальше мы показываем, что вот центр принятия решений, ВЭС, он работает бесплатно. То есть, те субъекты, которые дают оценку проекту в целом, у них мотивация не финансовая. Они принимают решения, исходя из своей личной мотивации, потому что они горят этим делом. Ну, те безумные, о которых говорили. Председатель экспертного сообщества, у него функция чисто административная, завхоз. То есть, административная функция, не касающаяся, грубо говоря, экспертной деятельности. Его деятельность, конечно, оплачивается. Ну, и вот на этой схеме видно, как мы снимаем проблему. Правильно ли я понимаю, что вы пытаетесь сочетать, на первый взгляд, несочетаемое? Да. Волонтерство, обязательность, платность, бесплатность. И ищите пути, как это сделать. Да, именно так. И дальше мы планируем просто вот все вот эти проблемы, которые есть, снять и сделать какую-то более-менее приближенную к идеалу схему. Вопрос к Камилю методического свойства. Как вы делали вот эту антикоррупционную схему? Правильно ли я понимаю, что для этого вам нужно было встать мысленно в позицию коррупционеров, найти все концы, а потом попытаться найти те трубы, где вы можете перекрыть вентиль? Или вы как-то ее по-другому? Может, у вас уже были готовые коррупционные схемы, вы их использовали? Сложилась такая ситуация, что мы вот что-то нарисовали изначально, и у нас есть член нашей группы, который говорил, а я вот смогу здесь купить, а я смогу здесь, а я вложу деньги и найду всех тех. И вот, знаете, замечание. Свой специалист по коррупции в группе есть, понятно. Так, исторически первый у нас Сергей, да? Правильно ли я понимаю, что данная схема полностью исключает коррупцию? Нет. Есть всегда какая-то вероятность, можно где-то испоткнуться. Пожалуйста, там, коллега в заднем ряду, да. Второй слайд с вашими утверждениями. Вот мне непонятно второе утверждение. Уязвимость с точки зрения безопасности членов экспертного сообщества. Безопасность чья и чья уязвимость? Ну, здесь подразумевается коммуническая безопасность, то есть, чтобы можно было не подкупить, не надавить, по крайней мере, пришел и угрозу вот это вот рассматривать. То есть, безопасность конкретно членов, да, сообщества? Так и написано. Так, пожалуйста, Миша. Вот у меня вопрос такой, а я, может, что-то пропустил. А вот цель работы экспертного сообщества у вас определена? И миссия, и цель были определены на предыдущем заседании. Можно напомнить? Я четко сформулирую, затрудняюсь. Ну, в двух словах. Миссия состоит в выстраивании отношений между субъектами государства, бизнеса и общества. А вот цель, цель этих отношений, она в чем? Цель этих отношений. Она у нас под вопросом. Хорошо. Далее у нас были сформулированы… Ну, хорошо. Ну, я правильно понимаю, что пока она не сформулирована. Вот у меня основной-то вопрос. Я правильно понимаю, что по вашему мнению ключевая проблема работы экспертного сообщества состоит в формировании такой конструкции, чтобы деятельность экспертов была максимально непредвзятой? Так точно. Вам нет тогда осуждения, вы. Можно вопрос такой? Да, свежий, пожалуйста. Качество жизни, Максим. Правильно я понимаю, что экспертное сообщество не рассматривало такой вариант, как помещение, то есть, ну, как бы расположение, что ли, этого сообщества экспертного и самих экспертов в ту среду, где деньги просто не важны. То есть, грубо как изоляция от общества, да, то есть… В батискафы на дно моря? Да хоть так. Я не могу сказать, как это, но просто такой вот вариант. То есть, отвезти на остров, да, то есть, грубо говоря, так, подписав при этом просто соглашение добровольное, что он будет 15 лет работать, а после окончания его работы будет, то есть, выплата. Говорят, тюрьба Алькатрас пустую, превратили в музей, может быть, ее арендовать, да? Но через год эти люди уменьшатся, два ушло, через какое-то время уйдут все, и останется один дикарь, что ли? Так вы подозреваете? Я просто сказал, то есть, вы не рассматривали такой вариант? Рассматривали, он сильно утопичен. Довести до логического конца вашу заботу о безопасности экспертов и их неподкупности. Так, Сережа, пожалуйста. Просто, как бы, при всей утопичности у меня аналог возник, да, вот раньше были монастыри, как бы, там были святые люди, ну, там, вот. Они, значит, действительно были экспертом сообществом, так, то купить их невозможно, они святые, а им деньги не важны, они отрешились. Нормальная идея? Ну, я думаю, группа это не обсуждала, поэтому это так уж. Спасибо вам за идею. Можно заброшенную электростанцию и туда их… Атомную, да, готовая, фонит еще. Ну, видимо, тут подходит… Как раз религиозные примеры очень хорошо под это подходят. Вот стимулирование такого типа экспертного сообщества, как говорил сейчас предыдущий, значит, Я Шевелев, значит, есть пример вынесения решений, так скажем, одним из типов экспертных сообществ – это выборы Папы Римского. Значит, если они там сильно долго заседают, было такое еще правило, значит, до какого-то срока им еще, как бы, дают все, в чем они нуждаются, потом перестают давать еду, потом перестают поить. И как бы стимулируют к вынесу решения. Можно тоже применять. Группе не приходило в голову модель экспертного сообщества списать с папской курией. Вот вам подсказывают, можно так. Мы как бы лояльнее относились к людям. Правильно я понимаю, что группа экспертного сообщества сегодня поставила перед всею задачу создать схему, в которой нет коррупции. Да. И эта задача не выполнена. Вопрос некорректен. Схема предъявленная. Правильно я понимаю, что ваша предъявленная схема, в ней есть коррупционная составляющая. Возможно, коррупционная составляющая. В предыдущем ответили, вы мне дали четкую формулировку, что в ней присутствует коррупция. Возможно, присутствие. А вопрос такой, осознанно ли была группой идти на пленарные заседания? Да. Пожалуйста, Илья. Вопрос на понимание. Вот две части доклада в одной изложенной риски. Можно еще второй слайд листануть? Вот где еще там текст был? Не-не-не, ниже. Вот. Потом выявлены противоречия. То есть, я так понимаю, проблемность какую-то. А потом, как бы, вот то, что вторая часть доклада, это как бы все это снимает. Это я правильно понимаю? Или у вас сомнения какие-то есть? Есть тут как бы это. У меня вот что-то сомнение как-то относится, да, вот к этому. У вас, наверное, есть ответ просто, может быть, как-то его сказать. Вот как это снимается, вот первое, второе. Попытаюсь пояснить. Потому что представленная схема отражает только структуру формирования экспертного сообщества. Так как система, это состоящая из множества элементов и связей в ней, соответственно, множество, допустим, выборность экспертов. То есть, может, ну, в общем, вот я представляю, что эта схема, она отражает только формирование структуры. Я переведу. А формирование фонда. Ответ. Формирование, не знаю, не политики, а чего-то еще, ну, каких-то других категорий на этой схеме. То есть, далее мы используем вот эту проблематику и принципы деятельности для построения всех связей в системе. А потом попробовать, мы снимаем каждую связь? Как бы отсеивая через сито вот этих принципов и проблематики, в систему будут попадать только те связи, которые соответствуют данным принципам. Причем вот каждый принцип, каждую связь мы пытаемся сформировать так, чтобы она отражала принципы системы. Тогда мы считаем, что эта система будет функционировать, ну, идеально, не идеально, но будет функционировать. Ответ понятен? Это только часть. Часть. Ну, я понял. Ну, просто я, тогда вопрос по технологии я понял. То есть, я понял технологию. Мы перечисляем список, ну, вот длинный вначале проблем, который, кстати, там написано, что не закрыт, не закончен. То есть, его можно продолжать, продолжать, продолжать. А встречная как бы идея, как это, грубо говоря, надо делать правильно, это надо брать каждую проблему, ее снимать, снимать, снимать и так далее. Может быть, такая формулировка устроит обе стороны. Окончательное решение проблемы коррупции устойчивости – это системное явление, а пока проектируются отдельные элементы, системных решений нет, есть только снижение рисков. Но не исключение коррупции, а это возможно только уже в готовой системе. Я правильно понял? Угу. Пожалуйста. Андрей, кадры. А вот можно к схемке вернуться? Вот у меня вопрос по схеме. А что? Там несколько их было? Ну, вот к этой, да. Вот я хочу просто… Я, честно говоря, не понял, как тут коррупция будет, не знаю, почему здесь коррупции не будет и кто кому за что платит. Вот я хочу разобраться по этому, как бы рядом вопросов, хочу понять. И, кстати, правильно ли понимаешь, что ВЭС работает бесплатно, как это написано? Да. Правильно ли я понимаю, что председатель и координаторы работают платно? Ясно. Вот как бы первое, не знаю, может быть… Ответ от группы в дополнение докладчиков. Пожалуйста. Да, разрешите за… Я понял вопрос, я просто хочу выйти и… Не, ну я как бы получил ответ на него на самом деле. На предшествую часть вопроса или на еще не заданные вопросы? Нет, я понял, что вот этот квадратик работает бесплатно, вот этот платно и эти тоже платно. Да. А эксперты вот те? Работают бесплатно. Просто хочу пояснить, в каком контексте сегодня все это составлялось. Вчера прозвучал тезис у нас тут на обсуждении от вас, что экспертиза должна быть бесплатна на бесплатных как бы началах, основах. Было, да, сказано такое вчера. Что иначе как бы теряется смысл экспертизы, она все равно когда-то там благодаря… Да, но при, так скажем, таком детальном рассмотрении и обдумывании этого вопроса, мы поняли, что все равно без платы тут не обойтись, просто мы решили сделать каким образом, постоять как модель. Эксперты у нас работают бесплатно, но для этого нужна вот следующая схема, которую не сильно хорошо как бы рассмотрели внимательно. Можно следующую схему на понимание просто аудитории? Зачем нужна следующая схема? То есть там вот у нас вводилось такое понятие, как координатор проекта, некоторое лицо. То есть поступает проект на рассмотрение, например, той же самой атомной подземной станции, да, необходимо что сделать? Всесторонне оценить этот проект. Вот здесь вот представлено, как бы координатор что делает? Делит проект по направлениям. Вот здесь вот только три, да, например, составляющие. На самом деле их больше. Тут, чтобы такой проект как бы рассмотреть, тут еще и менеджмент, там и геофизика, и геология, и много-много всего. Правильно ведь? Также по каждому направлению у нас есть эксперты. От каждого субъекта, от государства, от бизнеса, от общества. То есть если будет 10 направлений, уже будет 30 экспертов. Все это сводится к координатору. Вот сегодня мы об этом долго думали, что человек-то на самом-то деле должен будет проворачивать очень большой объем работы, подготовки именно проекта, экспертного заключения. Потому что в его задачу будет входить именно соединить 30 разных точек зрения, и это на добровольной основе, а такой объем работы просто невозможно произвести. То есть это должен специально быть его оплачиваемый труд, его основная работа. Ответ услышан? Но не понят. Хорошо, какое ваше мнение? Одну секундочку. Мы закончили с вопросами и перешли к обмену мнениями. Нет, я так-то вот еще не закончил. Так, обмены, пожалуйста. Нет, я как бы не закончил. Ну вот меня перебили просто, да. Извините. А вот в этой схемке координатор, он где? Такой кружочек. Координатор, он разбивает проект. Нет, вот он какой кружочек? А вам надо точно, да, что кружочек? А вот кружочек-то это что? Совокупность двух кружочков. Вам так понятно? Нет. Непонятно? Вот так еще более непонятно. Еще более непонятно. У него две функции. Две функции из определения следует. А вчера это определение. Нет, я функции понял. Он разбивает проект. Вот его одна функция. Вот это координатор, вот это координатор проекта. Сначала он разбивает проект, потом он готовит проект общего заключения по проекту. А, это бизнес-процесс деятельности координатора. Точно. Это именно схема, как осуществляется экспертиза. Это бизнес-процесс платного, то, за что я буду платить. Вот это платный бизнес-процесс. Кто будет за что платить? Я если обращаюсь в экспертное сообщество, то есть я буду платить именно за вот этот процесс. Вы вообще ничего платить не будете. Это уже другой вопрос. Или он на окладе, или он за каждый чих получает по отдельному тарифу. Отослал эксперту, 5 рублей позвонил, 20 рублей… Ладно, вот вопрос. Я правильно понимаю? Это бизнес-процесс координатора. Все, тогда можно обратно вернуться. Давайте обратно вернемся. Не к этой схеме был вопрос. Давайте к предыдущей схеме вернемся. Можно? Так вот, получают деньги в итоге как бы председатель и координатор. не получают эксперты, ни те, ни другие. Как бы, ну вот сразу просто немножко я вот скажу, что как-то, ну несправедливо что ли получается, как бы получают деньги те, кто, собственно, экспертизу-то не делает, а только там бумажки перебирает. Но это я не вообще как бы просто так сказал. Да. А кто заключение делает? То есть это же весь полностью экспертный свет. Кто заключение как бы… Вопрос понял. Вопрос понял. Ситуация какая? То есть координатор проекта разбивает. Я еще хочу раз на этом остановиться и еще донести до вас. Он разбивает проект по составляющим. Готовые узкие, именно в узких областях получает назад вот эти кусочки и собирает вот здесь вот. То есть координатор деятельности, он готовит проект общего экспертного заключения. Вот, далее что? Координатор передает его на рассмотрение вот сюда вот, высший экспертный совет, который у нас собирается из энтузиастов, но высокого класса профессионалов. То есть окончательное решение будет приниматься вот здесь. Как работает схема, я могу пояснить, кого будете подкупать в первую очередь согласно этой схеме. Нет, нет, я не это никого подкупать. Вот он отдает вот туда готовый проект. Дальше что с бумагой получается? А, вам в плане бумаги, в плане бумаги. То есть проект заключения, это вот такой талмуд, да, возможно, со всеми собранными от всех экспертов заключениями, это вот такое приложение, да? Коллеги, простите, я прерву. У меня ощущение, что мы вдаемся в тонкости документа оборота. Еще не спроектированного сообщества. Не рано? Я, короче, что вообще хотел сказать о чем? О том, что если вот эта структура платная, координатор, правильно я понимаю, что я вот сколько заплачу ему, вот такой мне и соберут. Про это самое, заключение проекта. То есть вопрос, а действительно ли координатор проекта, во-первых, ответственное лицо, от которого что-то зависит, а не простой растасовщик проекта, и можно ли его корруппнуть? И второй вопрос. Правильно я понимаю, что формально этот экспертный совет будет функционировать, нормально работать, давать заключение без экспертов вообще? Он будет состоять из экспертов. Разного ранга эксперты, очевидно. Да нет, и вообще, говорю, он без экспертов же тоже может формально работать тогда. Нет, не может. Ага, тогда еще вопросы. Вопросы пока, да? Теперь же вопросы? Да, пожалуйста, вопросы. Прочитал, что у председателя фиксированная зарплата, и у координатора фиксированная зарплата. А кто им устанавливает эту зарплату? Вам завидно, хочется узнать, сколько… Не, не хочу узнать. Кто им эти рамки установил? Не, ну а чья это организация? Сергей, Сергей, Сергей. Вот вы так и спрашиваете. Чья организация? На чьи деньги вы собираетесь содержать председателя? А сколько они? Да, да. Да я не спрашивал, сколько, я спрашивал, кто устанавливает. Группа, обсуждавайте вопросы, готовы отвечать? На данный момент схема есть, еще сырая, пока промолчим. Понятно. Вопросы, да? Еще вопрос один. Казанцев Денис. Группой рассматривался ли вопрос, сколько времени будет уходить от начала поступления проекта в сообщество, в экспертное, до заключения? В зависимости от сложности проекта. Логично ведь? Ну просто очень много звеньев здесь, вот в этой цепочке. Не очень. Если перевести вашу позицию так. Ладно, по поводу коррупции вы как-то задумывались, а риск бюрократизации? Будете по полтора года мурыжить всякую бумажку? У вас от этого страховка есть? Можно так ваш вопрос перевести? Я просто интересуюсь вообще. Я понимаю. В смысле вот этого вопроса в этом? Ну да, отчасти. Алонцев Павел, группа кадров. Можно другую схему? Конечно. У меня вопрос простой. Вот смотрите, создается проект. Он спускается, к примеру, в экологию. В экологии у нас сидят три эксперта. Эксперт от государства, эксперт от бизнеса, эксперт от общества. Правильно? Неправильно. Как неправильно? Ну хорошо, больше. Не три, а 33. Главное, что они из всех трех сфер. Хорошо, больше. К примеру, вот по данной схеме будем действовать. Вот от трех экспертов. Эксперт от государства принял, эксперт от общества принял. А если эксперт от бизнеса говорит, меня не устраивает, что делать? Что конкретно не устраивает? Не, не, не. Что? Вот как вот он может… Коллеги, если честно, надо сказать, пока этот вопрос не обсуждали, если в перспективе, слава богу, есть методы согласования экспертных оценок, признанные научным сообществом. Метод Дельфи, ну и так далее. А вот в таком плане вопрос не допонял просто. Технику можно пока не вдаваться. Инструменты для согласования различных экспертных оценок, они давно разработаны. Ну ладно, понял. Понял, спасибо. У нас из интернета есть вопрос. Можно, да, его? Павел, прошу. Там что-то техническая задержка. Пока можно другой вопрос задать или нет? Или сейчас будет готово? Давайте мы так, мы сейчас еще один вопрос попросим. Да, я вот остался неудовлетворен, к сожалению. Это уже осуждение, сейчас вопрос. Это не осуждение, вот сейчас вопрос. Вот обратно схемку можно, если будете добры. Я правильно понимаю, вы говорите о том, что нет заинтересованных сторон, точнее нет тех, кто мог бы подкупить экспертов? Не говорим об этом. Вроде и здравому смыслу не соответствует. Если некому коррумпировать, так зачем антикоррупционные схемы делать? Есть, много желающих. Нет, 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 я имею в виду в этой схеме, в этой схеме некому. Это организационная внутренняя схема. Да, вот в ней есть кому подкупить экспертов? Можно так. Тут вопрос ставится, знаете, какой? Как бы мне вас подкупить, чтобы вы прекратили свои вопросы? Ну, в общем, я правильно понимаю, что координаторы могут подкупить экспертов? Почему? Ну, а заплатили им за то, чтобы они подкупили экспертов? Денег не хватит, поскольку эксперт не один, а может быть 20, то координатор разорится. Все, это уже вопрос денег. Я говорю, есть такая возможность? Мы не исключаем такую возможность. Все, спасибо. Что у нас на вопросах? Тогда переходим к, видимо, выражению осуждения и мнения, потому что можно бесконечно вопросить. Спасибо. А еще вопросы какие-то? Все? Вот я хотел бы обратить внимание Константин Филиппович. Я его очень сильно поддерживаю в этом смысле. Я считаю, что… Мне вообще странно, как доклад вышел на плену, потому что когда группа заявляет, что мы будем докладывать форму, а не содержание, но мне странно, как с этим можно выйти. Я считаю, что сегодня, к пятому дню, надо было уже говорить о проблемах, о реальных проблемах экспертизы. А я считаю, что они есть. И вот попробую свое мнение изложить. Ну, во-первых, что касается предвзятости экспертов, был такой немецкий лоббист Клауд Монгольд, вот Илья его, наверное, знает, это личный друг Шрёдера. Он занимался лоббированием интересов немецкого цементного концерна при строительстве, у нас в Холош-Цементе, при строительстве новой линии. И писал он письма такого содержания. Дорогой друг Анатолий писал Чубайсу письма. Или там, дорогой друг Эдуард писал Роселю. Вот эксперт в своем деле занимается вполне понятными, у него была визитка, было написано там лоббист. То есть вполне нормальная, конкретная понятия, и понятно, что он делает для развития промышленности. Миш, можно я прерву встречным вопросом? Вы различаете лоббизм и коррупцию? Да, да, да. Вы говорите сейчас о коррупции или о лоббизме? Я говорю о том, что бывает разное содержание деятельности экспертов. Далее, какие другие варианты могут быть? Есть, например, сегодня эксперты в РЭКе. Я считаю, что специально созданный орган, который должен определять некоторые приоритеты. Вот тип экспертного сообщества. Другой, есть сегодня государственная экспертиза. Тоже выносит некоторые экспертные свои заключения, работают по каким-то принципам. Поэтому я считаю, что основной-то смысл разворачивания содержания и обсуждения, он должен быть в ключе. А в чем же все-таки предмет деятельности? В моем представлении, у меня есть представление, что такое предмет деятельности экспертного сообщества. Пусть некоторого идеализированного, где вы говорите, эксперты исключены из зоны. Массовых коррупционных схем, да? Да бог с ней с коррупцией. Я говорю, что вообще из-под влияния. Потому что в моем представлении, экспертное сообщество, которое задумывалось для решения задач развития энергетики, цель их деятельности должна заключаться в поисках некоторого оптимума, оптимума интересов относительно некоторой заданной целевой функции. То есть есть какая-то целевая функция, она кем-то задана, и эксперты обсуждают некоторые компромиссные, оптимальные варианты, как этого достичь. В этом смысле вопрос коррупционности, он вторичен, потому что я считаю, в этом основная проблема, как найти оптимум. Да, вот сегодня мы же говорим, там, вот есть противоречие позиций, есть надежная, а есть экономичная. Но вот если хотите экономичная, то это будет ненадежная, хотите надежная, это будет менее экономичная. То есть вот там вопрос, как определить оптимум. Если организовать работу экспертов, я думаю, что здесь можно. Вообще, на самом деле, много интересных, сегодня есть примеров построения работы экспертных сообществ. В том числе я считаю, что контрольную функцию эксперты могут, ну можно поразбираться, тот же проект «Распил», как он устроен. Ну достаточно интересный там есть опыт. Я не знаю, там, Артемий Лебедев проводит ежемесячные у себя фуршеты, тем самым там формируя всестороннее экспертное сообщество. Так что интересно, есть моменты, как можно привлечь людей, при этом они будут анонимны и будут давать достаточно ценное экспертное заключение. Спасибо. Я бы из того, что сказал Миша, рекомендовал бы группе обратить внимание на следующее. Значит, наверное, совершенно справедливо строить экспертное сообщество, не вдаваясь в содержание деятельности, нельзя. Но у группы, видимо, были какие-то основания, почему она начала заниматься сначала структурой. Но в любом случае, если группа не дойдет до описания содержания деятельности, тогда ваши критики будут совершенно правы. Наверное, группе надо об этом подумать. Мне не, да? Пожалуйста. Суждение вот такое. Смотрите, вот. Исходя из логики предыдущих дней, как бы, да, то есть была нарисована схема о том, что есть там, как бы, кстати, три субъекта, как бы, да. Три субъекта, значит, как они были обозначены. То есть это было обозначено государство, государство, здесь вот бизнес, как бы, да, бизнес, здесь вот общество. Так, общество. Дальше было поставлено вчера миссии, или как я назвал цель, как бы, да, о том, что сейчас не хватает между ними понимания. Но мы не обсуждаем. К сожалению, не было поставлено ценностью, зачем это нужно, как бы, да, но было заявлено о том, что друг друга не слышат, давайте установим какое-то понимание. То есть какое-то, как, не знаю что, но я понимал это как, что обсуждается некая технология, на основании которой будет, ну, включен так называемый диалог. Хотя тут три субъекта, ну, то есть равноправный, как бы, нормальный, как бы, взаимопонимание между двумя, да, поскольку интересы разные, но это не обсуждается, обсуждается технология, так, вот. То есть я думал, что дальше группа выйдет, как бы, ну, исходя из вчерашнего нашего разговора, мы там говорили, о какой технологии, это будут деньги, я предлагал, что это будут, там, доверие, как бы, да, и так далее, вот все такое, так, вот. Мне кажется, группа, если как бы дальше идет по этому пути, да, то есть, ну, не обсуждая содержательно, обсуждая то, как это сделать, организовать вот этот вот диалог, например, да, то есть можно разные примеры приводить, но мне кажется, что вы сейчас пошли, как перешагнули через это, да, и начинаете уже простраивать, ну, какую-то некую эту технологию, ну, не технологию, а описание уже того, как это работает. Хотя самой технологии, как бы, не предъявлено вот этой вот связующего звена, на базе чего это будет функционировать. Вот я пример тоже, я сижу, придумываю пример, вот, ну, кто бы мог бы выступить таким экспертом, как бы, да, опять вот, как меня потянуло несколько в религию, вот, например, недавно вышла книжка Алексея Иванова, называется «Царь». А еще фильм был такой, тоже «Царь» назывался, да, значит, там сюжет такой исторический, как бы, да, Иван Грозный есть тут, вот он царь, здесь вот он стоит, царь, вот здесь вот есть народ, народ там какой-то, ну, там народ, ну, царь с опричниками, конечно, не знаю, как там нарисовать, какие-то у него там опричнины, отмороженная, это гвардия его молодая, вот, здесь сидят бояре, как бы, да, бояре, вот так их нарисуем, бояре, бояре, значит, бояре, они, у них свои интересы, у народа свои интересы, у царя свои интересы, вот, но царь ставит, как сказать, своего ставленника или там своего друга старого, как бы, да, думая, что он будет сейчас воплощать его интересы митрополит Филипп, историческая фигура, вот, этот митрополит Филипп, он какую роль играет, как бы, да, то есть он исторически, то есть он в центре стоит, этот Филипп, митрополит, как бы, его задача какая, у него сложная роль то с одной стороны он пытается урегулировать как бы отношение между народу то есть защитить интересы народа с другой стороны там вот ну там не всем бояре там скажем так явлены там там скажем позиция воевод там есть воеводы такие да то есть некие тоже как преображенные вот и они значит как бы он пытается их наладить диалог причем сложность в чем что безусловно все ему доверяют то есть он служит вот этой технологией связующим звеном на каких-то основаниях и принципах вот мне казалось что сейчас будет разговор то вот как придем к этому же что нужны какие-то технологии на ком на ком принципе будет строиться вот это вот ну взаимное общение так а предъявлен большой как не спадающий список ну противоречий как бы так подразумевая что которые будут снимать это понятно но вот искать а это не немножко оторвано от контекста который вчера был услышан то есть по ком принципу сторону диалог и мне кажется что вот если уж пошли но пойти по таком пути надо как будто попытаться по крайней мере что такое найти не все спасибо ответ коллеги вы имеете ввиду что мы уже использовали на кластер полтора часа то есть наверное должно наше кластерное обсуждение завершаться да я просто тогда кратко объясню чтобы у нас неправильно не по поняли вот что касается этой схемы она не исключает предыдущую это всего лишь проекция общей картинки то есть то что вот вы говорите идея у нас действительно была миссия там изначально писали мы выстраивание диалога между этими тремя субъектами и там цель принятия в рамках этого сообщества согласованного решения согласовано чтобы оно было сбалансированным грубо говоря и вот этот принцип но в частности он будет реализован из кого будут составлять состоять вот вот эти вот составляющие экспертного сообщества то есть это всего лишь проекция но если другая проекция а что касается принципов принципов экспертной деятельности там принципов экспертизы там по развитию это конечно мы упустили это ключевой момент я с этим согласен и работать группа будет на нем спасибо судя по тому что мы столько времени вопросы мнения отношения отмазки и это не иссякает заниматься этим можно до утра это будет неправильно я хотел бы прекратить дальнейшее обсуждение этого доклада и отметить что если говорить об итогах кластера то у нас был как и заказывал алексей евгеньевич день мечтаний у нас алексей евгеньевич мечтательно мечтала государства у нас мечтательно требовал бизнес и мечтала проблемах некоррумпированных экспертов группа будущих экспертов если эти мечтания завтра хотя бы на шажок приблизиться к стратегиям технологиям и результату может быть мы сегодня не напрасно помечтали если не приблизиться тогда как говорят извините за потраченное время я бы закрыл на этом обсуждение групп кластера и передал бы время для группы удаленных участников которых мы уже давно не слушали пожалуйста коротенький комментарий потому что такое серьезное обсуждение ну хочется разбавить толикой чего-то такого более свежего да мне кажется риск один не учтем вот много как бы рисков перебрано сегодня как бы их покрутили хорошо я бы хотел отметить риск маразма вот который безусловно есть у этого проекта именно со стороны организационной формы то что вы содержание не проработали это конечно тоже маразм но по каким основаниям на мой взгляд вот такой подбор экспертов свободных от ну как бы там от мира всего и так далее чаще всего предуприводит к тому что набираются пенсионеры вот и скажем так однотипность возрастной аудитории скорее всего ну может такому риску привести вот ну и кроме того когда они будут заниматься одновременно стратегированием консультированием аналитика и так далее то есть риск маразма еще более усилит поэтому ну если вы серьезно относитесь к работе как я вижу учитывайте и этот риск тоже спасибо экспертного собственно я считаю пенсионеры может это вот прекрасная как бы это самый ресурс люди грамотные люди с опытом колоссальным какого ни у кого нет силу обстоятельств силу того что надо молодежи место уступать их выпихнули но они еще живы так и разум то у них работа прекрасно к тому же времени свободного много поэтому маразм никого нету на самом деле так это круто даже если вот если такого дойдет дело обсуждения что что это вот двигатель сам вам ну конечно да-да-да виктория мы вас внимательно слушаем будьте добры дайте презентацию виртуальной группы на экран пожалуйста добрый вечер во первых уровень звука удовлетворительный хорошо добрый вечер уважаемое сообщество наша виртуальная группа динамичная энергичная мотивированная постоянно вынужденная добровольно пересамопределяющийся действующая в перманентной кризисной ситуации ситуации центнута и смены состава сегодня представляет вам вторую уже вторую версию доклада и я рада что все участники могли бы сегодня сравнить два две версии нашего доклада они в прямом доступе насколько я понимаю имеются вчера на кластере мы говорили о необходимости сочетать научный бытовой и народные языки искать какие-то возможности этого сочетания но сами и из-за вот цветнота постоянного не всегда следуем этому принципу поэтому мы очень благодарны кластеру за то что нам дали возможность наш доклад доработать наблюдая за вами в окошко виртуала мы каждый день все более и более убеждаемся что вы милые талантливые молодые люди и мы счастливы что встреча с вами в нашей жизни случилось мы думаем что все мы уже творцы творцы совместно для нас действительности реальности и более того мы думаем что мы в какой-то мере творцы будущего а может быть творцы истории именно об этом мы хотели бы сегодня вам рассказать хотя мы обсуждали очень много и частных вопросов и вы можете с нашим конспектом как всегда познакомиться через google docs достойны ли мы все с вами и наша группа в частности таких великих имен как лев гумилёв и щедровицкий для нас сейчас даже не так важно важно что мы хотим быть с ними в одном ряду продолжать их дело и развивать их идеи уже хотя бы потому что мы участвуем в игре оди откройте пожалуйста следующий слайд нашей первой презентации мы остановились на том что действительно каждый из нас кто хочет быть не просто объектом чьих-то действий но и субъектом своей жизни субъектом формирующим качество своей жизни и не только своей каждый такой человек такая группа такая общность должна действительно постоянно пересамо определяться быть динамичной и как физики говорят принцип неопределенности работает и здесь либо можно определить нахождение человека в какой-то системе координат либо его там по моему то ли энергию или импульс я уже не очень хорошо помню во всяком случае мы всегда в зоне неопределенности и и это уже данность которую мы осознали и которую мы должны воспринимать наверное не как угрозу как ну как данность скажем так к этому еще сегодня хотели бы добавить что именно ощущение причастности к историческому процессу один из факторов качества жизни который по моему еще в этом зале не звучал в нашей группе один из членов вспоминал о том как люди участвующие во второй мировой войне вспоминали это время не только как время молодости но и как время как не парадоксально счастливая именно потому что люди ощущали что они делают очень важное дело именно потому что они понимали что они творят историю вот и поэтому нам кажется что если бы все энергетики которые сегодня озаботились развитием своей области страны в целом понимали что они творят историю это был бы мощным фактором мотивирующим их пожалуйста откройте следующий слайд наблюдая вчерашний пленум нам очень хотелось с одной стороны как бы успокоить вас озабоченных там своим менталитетом и сегодня мы посвятили этому вопросу определенное время мы пришли к выводу что существуют способы так называемого разрушения субъектности образование так называемой выучимой беспомощности когда нам кажется что мы действительно винтики от нас ничего не зависит что это не только русский менталитет что те же способы применяются во всем этом мире может быть русские это ощущают более чутко и потому реагируют более амплитудно и мы пришли к выводу что вот этот процесс он тоже объективен лишение субъективности как бы необходимый процесс без него невозможно виртуально вертикально структурирование общества когда-то без него было невозможно просвещение и концентрация силы которая как раз двадцатом веке была и применена и возможно была необходима тем не менее мы понимаем поскольку мы исповедуем принцип дополнительности что наряду с этим необходимым процессом историческим процессом существует и другой процесс в котором мы тоже одновременно участвуем пожалуйста возьмите другой слайд и вот этот другой процесс он уравновешивает 1 он его не замещает эти два процесса сосуществуют и взаимодополняют друг друга и становятся актуальными для каждого субъекта в той или иной степени больше или меньше каждый человек в ситуации выбора он может работать посвящать себя построение вертикали власти и может быть участником совсем другом процессе понимая что это оба процесса нужны и оба исторические возьмите пожалуйста следующий слайд мы говорили о том что мы в нашей группе хотим поддерживать второй процесс мы считаем что становление субъекта человека деятельного ставящего целые задачи и так далее можно и должно поддерживать и мы уже видим некоторые механизмы центр общения игра ади центр инновационной коммуникации или как мы в тарту его называем центр развития социального капитала экспортные сообщества институт менторства реформирование образования изменения стиля управления все это работает на второй процесс здесь я не удержусь сделать реверанс вашим руководителям в том числе алексея евгеньевичу который как мне кажется очень умело сочетает в себе два начала умения видеть себя вертикали власти и умение и желание участвовать во втором процессе следующий слайд пожалуйста на этом слайде вы можете найти какие-то ключевые слова которые мы успели накидать и чуть-чуть обсудить обсуждая разницу между коммуникацией и общением ибо мы считаем что при построении вертикали важно коммуникация при построении горизонтали необходимое общение очень подробно наверное сейчас я не могу остановиться на этом слайде может быть не все здесь и требует расшифровки очень коротко значит в общении очень важен смысл обмен где неважно авторство где неважно кто и как и что сказал важно какой смысл он придавал тому что он говорит и и важно само построиться приложить усилия чтобы понять этот смысл за может быть не очень качественной формулировкой за не очень ясно выраженной фразой мы испытываем дефицит юмора в виртуальном общении мы очень надеемся что общаясь в группах вы шутите и так далее потому что это обязательный элемент общения нам кажется что в общении нужно отказываться от стереотипов в коммуникации можно говорить ах все русские такие ну какие то не такие а в общении мы понимаем что мы общаемся с людьми и среди русских как и нерусских есть очень разные люди способны общаться и не способны общаться то кроме того мы хотели сказать что в процессе общения иногда встает вопрос насколько можно позволять себя уводить в сторону от своего интереса и это было связано с запросом представленным нам группы качество жизни которые просили нас дать ответ что такое качество жизни и поначалу нам казалось что этот вопрос забирает у нас и без того очень небольшое время работы в результате возникла возникал тезис что динамичная личность группа постоянно находится в ситуации обработки сознательной или бессознательной внешних и внутренних импульсов имеет право самоопределиться какой импульс для него сейчас более актуален на какой запрос она отвечает или не отвечает при этом мы сочли необходимым обозначить что если дальше даже какой-то импульс отвергается необходимо вежливое и бережное отношение к этому источнику импульса и хотя бы какой-то короткий ответ на запрос таким образом мы действительно посвятили какое-то время на обсуждение вопроса что такое качество жизни и сейчас хотим ему дать ответ и плену мы пришли к выводу что качество жизни это какая-то обобщенная оценка характеристика аналогичная стилю жизни когда мы можем просто дать оценку удовлетворительно не удовлетворительно хорошо мотивирует счастливы и так далее а уровень жизни эта система критериев и индикаторов для этих критериев которые можно измерить сопоставить понимая только что уровень жизни это так называемая упрощающая редуцирующая модель с помощью которой можно обосновать свою оценку качества жизни еще мы хотели бы отреагировать на вчерашний разговор на пленуме о том что в русском менталитете существует доверие власти и повесить вопрос доверие это или перекладывание ответственности сейчас мы более длинная наверное на этот вопрос доклад делать не будем и так вот этот слайд немножко выбивается из общей логики нашего доклада следующий слайд пожалуйста центр инновационных коммуникаций может и должен начать жить на 1 8 даешь смысловое общение спасибо за внимание спасибо вам виктория за вдохновляющий доклад я очень рад что я не опоздал вам спасибо что вы нас вдохновляете знаете я ехал сюда опаздывая на полтора часа все пропало там и вот интересно у меня такое вот ощущение развлечения что там и что тут там работа а что тут то есть там все более менее получается как то даже неплохо складывается а здесь не все получается и даже после вашего вдохновляющего доклада не все будет получаться и тем не менее есть какое-то четкое развлечение вот мне кажется уместно и было развлечение когда я ехал сюда развлечение между работой и делом деятельностью вот там работа а здесь нечто больше чем работа здесь деятельность хотя и вроде бы и она не часто не блещет какими-то результатами а то что вы сказали на вот причастность к истории некоторое но как бы воспроизводство субъектности это такие крутые идеи мне они очень понравились я теперь я так понимаю что остаток игры буду жить с ними как ни странно ведь когда слушаешь возникает ассоциации иногда такие странные скажем странные вот странные или нет но ассоциация возникает когда я слушал и идею взаимодополнительности мы как-то с женой узнали удивительный случай услышали одна пара семейная мечтала спрыгнуть парашютом и они это сделали мечта была а при этом когда исполк когда когда они решились на этот шаг им было по сто лет у бабушки бабушка уже по моему ничего не слышала а дедушка уже ничего не видел они прыгали вдвоем но мечта сбылась а вот в этом смысле интересно сбылась была она у них по взаимодополняемость это не это не зрение и слуха запал взаимодополнение чего-то другого мне кажется почему то что вы говорили именно об этом правильно ли я вас понял не слышно да 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 спасибо виктория я не знаю если у нас контакт можем ли мы как-то обсуждать доклад и можем ли мы задавать вопросы я прошу вам тогда написать в чат поскольку он работает это это видно в чате тоже тишина слышите ли вы нас сейчас коллеги ну просто сейчас установим пойдем дальше да юрий говорит да они нас слышат виктория вы нас слышите мы можем обсуждать да тогда ваши вопросы пожалуйста это не тот случай когда возникает вопросы на понимание да похоже на то хорошо а если какие-то осуждения или ассоциации порожденные вот как типа у меня докладом виктории пожалуйста ну у меня возникло ощущение что вот те в общем наши дискуссии о том что игра в интернете возможно а мне кажется что вот но я для себя увидел что это действительно так вот мне кажется что в интернете идет игра в отличие вот да здесь сидящих людей вот и собственно в этом смысле в общем это мне кажется очень круто спасибо спасибо саш да и меня тоже это удивило надо сказать я не ожидал добрых слов в наш адрес услышать добрые слова вы наверное нам стите виктория это думаю что слова в наш адрес будет звучать совсем другой тональности поскольку как бы контакт не ощущался вот сегодня ну как пробило что называется спасибо вам что еще пожалуйста лекомцева юлия группа кадры я присутствовал на кластере когда был сделан этот доклад первый раз хочется сказать группе большое спасибо потому что действительно сейчас он воспринимается полностью так я тоже захотел послушать второй раз сожжитель сторона мне вот неожиданно показалось очень важным такой тезис качество жизни и оценка характера мне кажется вообще доклад очень содержательный и вот я пока не готов быстро на него реагировать но некоторые вещи сразу были заметны и своей и новизной и своей актуальностью да например юмор я считаю это очень важно конечно иногда может быть кстати на играх говорили очень часто что вредит играм и это не только наша как бы не самая лучшая традиция когда мы начинаем обсуждать на играх вопросы как говорят со звериной серьезностью наверное это перебор и это правильный совет это тоже очень важно пожалуйста ну вот мне тоже кажется очень мощный мощным очень момент что творить историю такой фактор качества жизни вот я тут лично для себя конечно много много беру и так по другому немножко начинаешь с другой ответственностью относиться в общем то к своим действиям поэтому спасибо спасибо группе пожалуйста виктория да мне кажется меня не слышит нет мы слышим слышите да я хочу я хочу еще раз подчеркнуть что мы действительно работаем в цепноте мы тратим очень много времени на сонастройку и техническую настройку и может быть именно за счет этого мы преодолеваем себя нам очень нам очень Виктория голос пропал хотелось чтобы вы нас сегодня услышали это в копилку понимание что кризис это хорошо это хорошо Виктория мы кажется услышали да и есть такой ваш замечательный образ кризис или разрушение жизни это старт и вы это выстрел стартового пистолет это выстрел стартового пистолета да на самом деле интересная мне кажется очень глубокая мысль я понял что возникли какие то проблемы со звуком и сложно как то видимо проговаривать все я не понял у вас закончено что то или что то вы еще хотели сказать в вашем выступлении непонятно да вот почему то посыпались участники и вот кто то снова появляется да Виктория пропала я вижу вижу Юрий и Агу написали ссылки на то что Виктория вчера делал доклад и он где то выложен я правильно понял да да я понял значит спасибо есть информация о том что есть еще один доклад который можно найти на сайте в наших ресурсах материалах игры и его тоже использовать спасибо большое коллеги идем дальше мне надо тут посоветоваться с докладчиками мне хотелось бы чтобы энергетика была в последнем такте наших выступлений но вот я смотрю здесь есть кроме этого два доклада это доклад конкурентоспособность и безопасность доклад Анатолия Гармашова вроде бы как они мне представляется так что они складно рассматривать таким образом сначала заслушать доклад Гармашова потом потом группы конкурентоспособность и безопасность так или не так может быть вы лучше чувствуете сориентируете меня я вижу только заявки а вы уже как-то с этим сориентируетесь амин так годится да и еще вот эти два доклада всего да то есть группы от кластера не будет от кадров доклада будет я завод заявки не нашел есть понятно дополнение доклад дополнение он будет после вас да хорошо Атолий ты можешь да пожалуйста я хочу сказать что я докладчик доклад от нашей группы мы работаем вдвоем и сегодня мы самоопределились как группа центр развития тема дня новая энергетическая стратегия региона требования к развитию энергосистемы Свердловской области цель доклада дать актуальный ответ на вызовы кризиса модель развития имеется в виду модель социально-экономического развития Свердловской области следующий слайд новая энергетическая стратегия региона должна включать в себя первое заменить генерацию и сети на кластеры из связанных генераторов выстроить систему управления генераторами и создать центр развития требования к развитию энергосистемы Свердловской области энергосистема должна служить развитию региона и его жителей сама энергосистема должна развиваться адекватно развитию Свердловской области То есть мы предлагаем сети демонтировать и вместо них создать энергетические кластеры. Следующий слайд. Вот эти энергетические кластеры. Свердловская область, а вот эти кружочки, это они и есть. Они состоят из генераторов, соединенных проводами. Вот эти зеленые линии тянутся к центру развития. Через них он управляет этой системой. Мы нарисовали этот центр в государстве. На самом деле он там может не быть, но если он там, в общем, если он будет не там, то тогда государство будет особо не нужно. Потому что все равно управлять будет этот центр. Отличается он от государства тем, что государство сейчас не зарабатывает никак, кроме сбора налогов. в этом случае деньги будут поступать из кластеров, от собственников генераторов, потому что центр будет тоже одним из собственников этих генераторов. получать будет он деньги, финансировать для того, чтобы финансировать творческие, креативные проекты венчурным способом. То есть он будет взаимодействовать с центром подготовки кадров развития. из этого кадрового центра будут выходить люди, у которых он будет устроен таким образом, на основе включать в себя советы. Экологический совет, совет по качеству жизни, экспертный совет. В этом центре подготовки кадров еще пока неизвестно, как он будет устроен, но требования к нему предъявляются такие, что из него должны выходить люди, которые знают, что такое качество жизни, как с ним работать и повышают его у себя и у окружающих. Открывают бизнесы, в том числе и энергетические бизнесы. И вот стрелка, кадры развития попадают в Свердловскую область, в наш регион, в энергетические компании в том числе. Открывают вот эти генераторы и таким образом происходит энергетическое развитие. Развитие социально-экономическое происходит следующим образом. Кадры, которые, кадры развития, они открывают свои предприятия, которые тоже становятся потребителями электроэнергии. На основе советов по экологии, по качеству жизни, экспертному совету и других советов. И по специальным, из-за того, что они прошли специальная программа обучения кадров развития. Вот, это запрос в группе кадры. И люди разные. Мы выделяем блоки от технологий до спорта. Во всех этих областях будут работать вот эти бизнесы, которые будут создаваться. Они, вот, например, бизнес-работотехника, мы выделили в технологиях потребители, будут пользоваться плодами работы этих бизнесов и покупать их. Таким образом, ну, будет налажено финансовое обращение в регионе. По поводу конкуренции еще хочу сказать. Вот в кластере будет таким образом устроено. Например, вот этот кластер, он находится, например, в каком-нибудь районе города. То есть это, например, Уралмаш, это один кластер. Находится там раз, два, три, четыре генератора. Потребители имеют возможность покупать электроэнергию у всех этих четырех компаний. И вследствие этого возникает конкуренция. Если, ну, конкуренция, понятно, как организована. То есть тогда в этом случае бизнесам выгодно свое производство делать более дешевым и использовать более современные технологии. И таким образом будут развиваться технологии. Ну, в общем, все. Спасибо. Микрофоны только, пожалуйста. Максим, качество жизни. Правильно ли я понимаю, что вы исключили возможность потребителю выбора? То есть вот у него есть в кластере два, три, четыре генератора на Уралмаша, грубо говоря. Если его не устраивает цена на Уралмаше всех, то есть, как сказать, поставщиков энергии, то у него все равно выбора не останется. Его просто Эльмаш не подключит к себе. Ну, он может переехать на Химаш. Это не вопрос, да? Нет. Нет. Я именно задал вопрос. Правильно я понимаю, что вы создали отсутствие подключения к другому генератору. То есть, они не рассматривают этой связи. Да, мы предлагаем демонтировать все крупные линии и… Связи. Да, вот эти линии связи точно между… Все, понял. Спасибо. Минуточку. Вот тут Павел из группы 5, он, видимо, находится не здесь, а где-нибудь в комнате. Пишет… А, уехал, да? А, вот в чем дело. Ну, тем более уважительно. На кластере не дали вопрос озвучить. Попробую отсюда. Чем будет отличаться конкуренция в предлагаемом кластере от существующей системы? Ну, это скорее вопрос в группе конкуренция. А, нет. Дело в том, что у тебя слово конкуренция ведь звучало. Ты говоришь конкуренция, но эта конкуренция такая же конкуренция. Ты специально не различал, какую-то специфику конкуренции не выводили. Да, я не знаю, какая сейчас конкуренция. Мы вот не рассматривали вопрос. Ну, во всяком случае, все равно смысл слова состязательность в ней участвует, да? Кто сделает лучше, тот и победил, да? Тот привлек больше к себе, скажем, да, каких-то субъектов. В этом смысле? Ну, в смысле в том, что… Дешевле, лучше. Да, да. То есть состязательность и как следствие уменьшение цены. Угу. То есть привлекательность, да, получается. Для других вот у меня здесь лучше. В этом смысле? Да, да. Понятно. Кто сделает лучше, молодец. Пожалуйста. Игорь. Правильно я понимаю, что надежность здесь… Здесь самое наилучшее. Надежная данная схема для потребителя. Надежная данная схема для потребителя. Да. Надежность будет для потребителя при данной схеме электроснабжения? Да, надежность будет. А можно я разовью мысли? Можно я… Я предположу, мне вдохновила эта идея крутая. Смотрите, в одном кластере будут очень низкие цены, но надежность так себе. Кого она не сильно волнует, поедут туда. А в другом кластере будут конкурентоспособным предложением другая специфика. Там будет супер надежность. Почему нет? Она кластерная, конечно, но надежность вам там сделают. Может быть подороже, но вам нужна надежность. У вас всего ноутбук запитан. Вам нужно, чтобы ничего не прерывалось. Для вашего бизнеса, например. Почему нет? Развивая доклад, Толь, берешься авторы. Да. Я вообще приглашаю вас и Илью Шевелева. И вообще из каждой группы по человеку нам на следующий день. Чтобы каждый пункт детально проработать. Спасибо за приглашение. Пожалуйста. А можно вопрос? Вот у вас зелеными стрелочками обозначены деньги, да, я так понимаю? Да. И деньги стекаются в некоторый центр. Вообще зелеными стрелочками управление показано. Ну хорошо, управление. Ну там деньги подписано так явно. Деньги тоже. Стекаются в некий центр развития. И группу свою вы не случайно, наверное, сегодня тоже назвали. Центр развития. Так я понимаю, центром развития будете лично вы и ваш товарищ Остапенко, так? Да, да. Погодите, погодите. Нет. Дело в том, что это модельная схема. Тут неизвестно, каким образом управляться будет еще что и как будет связано с центром подготовки. Просто как, ну в общем это нужно делать. Толя, вот такой вопрос возник тоже. А может каждый кластер считать себя центром развития? Ну там нужно, в общем у меня пока не хватает охвата мышления, чтобы каждый кластер мог быть центром развития. У него у каждого тогда должна быть именно вот такая система. То есть для каждого кластера вообще можно, но для, вероятно, центр подготовки кадров, вот гуманитарные, короче, технологии может, ну может потянут такую схему, можно ее вот обдумать в этом направлении. Вообще, вероятно, да. Спасибо. Такой вопрос. Прежде чем предложить такую модель, вы оценили ее жизнеспособность? Хоть мало-мальски? Оценили? И? Жизнеспособно? Нет, подождите, а зачем это делать сегодня? Сегодня день мечты, а не оценки трезвой, скажем так. Ну хорошо, мечтать мы можем тогда сколько угодно. По факту, такие маленькие субъекты, находящиеся рядом с собой, не имеющие между собой связи, как они будут, так сказать, куда девать излишки и дефициты? Михаил, можно я отвечу? Коллеги, вот смотрите, я хочу пояснить мое понимание сегодняшнего и завтрашнего дня. Сегодня день мечты, сегодня нужно, сегодня хорошо бы понять, что нужно делать, куда надо стремиться. А вот завтра и будем обсуждать, как это сделать. То есть совершенно сегодня, может быть, и не очевидно, что туда можно попасть, не очевидно, что это реально. Мы сегодня в группе государства обсуждали крутую идею, я ее додумал в городе. Екатеринбург без автомобилей, без бензиновых автомобилей. Запрет на автомобили, велосипеды, пожалуйста, электромобили, пожалуйста, если вы их купите, где угодно. А автомобили нельзя, например, как принцип. Я понимаю, что сумасшедшая идея, но почему бы ее не предложить сегодня, а завтра подумать, можно ли, в принципе, это достичь через N лет, я не знаю. Поэтому, мне кажется, вот Толя не должен оправдываться сегодня, как это сделать, реально ли это. Да по барабану реально ли это, все хочется и все, вот от пуза. Хочется, чтобы было так. А завтра разберемся, как это сделать. Будем разбираться. Я поэтому предлагаю такого рода вопросы сейчас не задавать, а вопросы задавать, что это даст, чем это хорошо, чем это интересно. Если мы поймем, чем это может быть интересно и, может быть, даже включимся в сотворчество такое. Мы, может быть, увидим, что мы можем предложить что-то совсем другое, но не менее интересное. Пожалуйста, пожалуйста, творите. Вопрос такой, каким образом это будет интересно. Мне искренне интересно, как данная система должна быть интересна на данный момент людям, которые сейчас занимаются сетями. Вот вы мечтаете в вашей мечте, что им должно быть интересно тогда. Сейчас им интересны сети, а что им будет интересно вот здесь. Вы взяли все сети, выкинули. Сетевым компаниям превратиться вот в кластеры. То есть перепрофилироваться, продавать сети и деньги вкладывать вот в построение таких кластеров. Вопросы? Если я правильно понял, вы предлагаете распределенную энергетику на основе сетевой энергетики. Сетевую, значит, продаем и делаем, значит, самокластеры, то есть распределенную энергетику. При этом в каждом кластере будет несколько еще генераций, которые, ну, допустим, ветровая, солнечная, значит, сам еще какая-то. И будете, значит, само, так сказать, будут они конкурировать между собой, будет определяться цена. И цена, значит, допустим, либо надежность станут основой для привлечения потребителей. Да, правильно. Мы учли минусы вот большой энергетики сетевой и избавились от них таким образом. Ясно. Ну, если так, тогда вы и в следующий раз досчитайте, вообще говоря, домыслите, что ли. Вот эти различные виды генерации распределенной энергетики, они имеют сразу различную цену. Поэтому можно заведомо сказать, что вот эта гидра стоит столько-то, это подземная атомная стоит столько-то, это вот генерация солнечная, значит, само так сказать. Ну, и мы тогда будем знать расценки и к чему нам готовиться. А вы позволите переадресовать этот вопрос группе распределенная энергетика? Распределенная энергетика этим и занимается. Ну, и прекрасно. Можно к вам в группу, да? Можно. Мы хотим просто взять вот результаты, скомпоновать их. Спасибо. Ну, и я предлагаю вообще в одном направлении начинать двигаться уже. Ну, вот я предложил модель, ее можно совершенствовать или… Есть суждение из интернета. Суждение Юрия Гинтера, значит, Анатолий. А зачем разрушать сети? Они могут поддержать кластеры. А дело в том, что я так понял из декладов групп, что их дорого содержать, они вот сейчас в плачевном состоянии находятся. Ну, может, не все и не всегда, а есть такие… Я предлагаю постепенно, то есть по мере выхода из строя старых сетей. Ну, в чистом виде идея – это бессетевая энергетика. Да, в конечном итоге – да. Спасибо. Идем дальше. Так, спасибо. Итак, следующий доклад группы «Конкурентоспособность и безопасность». Валентина, группа номер пять «Конкурентоспособность и безопасность». Оговорюсь сразу, что мы смотрели конкурентоспособность региона. То есть нам, конечно, очень интересен тот вопрос, который сейчас у нас поднялся на кластерном заседании. То есть вот какая-то конкуренция именно внутри энергетики. Но мы рассматривали все немножко с другой стороны. Мы тоже мечтали. И можно следующий слайд. Целью нашего доклада, целью нашей работы была такая – сформировать требования к новой энергетике с точки зрения конкурентоспособности региона и безопасности региона, то есть безопасности данной отрасли в регионе. Мы… Ну, сейчас у нас уже есть какая-то информация от группы бизнеса, от группы государства. Когда мы сегодня с утра садились мечтать, мы мечтались… Ну, как сейчас уже оказалось примерно до одного и того же. Можно следующий слайд. Вот мы посмотрели конкретно, чего же каждый из данных субъектов хочет. То есть мы… с точки зрения бизнеса как потребителя, не как энергетики, было очень просто. То есть мы не рассматривали, вот как сделала группа бизнес, там, все вопросы. Для нас, как нам показалось, для бизнеса самое главное – это повышение конкурентоспособности их продукции. И, естественно, с этой их главной целью какие требования они могут выдвигать к новой энергетике. Что для них самое главное, чтобы энергетика была дешевая, качественная и безопасная. То есть чтобы не было каких-то сбоев, чтобы работала нормально, постоянно и была дешевле. То есть вот те требования, которые сейчас проявляются. За государство, то есть до сегодняшнего дня вообще никакой особой позиции у государства, по крайней мере, ну, на наш взгляд, не было. Мы поставили позицию государства, цель государства. Нам так захотелось, чтобы в будущем так было. Это процветание в целом нации, то есть повышение конкурентоспособности региона и государство как институт заботы о нации, о людях. Это в конечном результате повышение качества жизни. То есть развитие конкурентоспособности, развитие промышленности, энергетики. Все это сводится к одному — повышение уровня жизни. И с точки зрения, на наш взгляд, то есть с точки зрения государства, государству важно, чтобы вот эти субъекты могли между собой взаимодействовать. Последний вопрос мы раскрыли не до конца, поэтому какие-то требования с данной точки зрения энергетики мы сформулировать не смогли. А все остальное опять же приводит к тому же самому, что и у бизнеса. Для того, чтобы качество жизни в целом и конкурентоспособность региона повышались, энергетика должна предоставить дешевую, качественную, безопасную энергию. Когда мы начали смотреть третью позицию, то есть у нас вообще была такая игра. То есть у нас в группе не очень много. Когда мы поняли, что у нас не хватает каких-то позиций сторонних, то есть не хватает какой-то позиции бизнеса, не хватает позиции государства, нас в группе максимум 5 человек, плюс-минус, мы разыграли ситуацию, что вот ты бизнес, ты государство, ты потребитель. Так вот потребитель, гражданин сказал, что ему вообще без разницы как бы там… Ну, конечно, есть индивиды, то есть у нас была полемика, что гражданам, наверное, важно развитие конкурентоспособности, развитие нации, но в целом чисто из самоэгоизма у потребителя главная цель – это улучшение качества жизни, чтобы мне здесь и сейчас было хорошо. И опять же требования к энергетике будут те же самые. То есть если энергия, которую я потребляю, будет мне даваться дешевле, она будет качественнее, она будет безопаснее, у меня будет лучше качество жизни. То есть вот к такому интересному выводу мы пришли, вот к таким интересным требованиям к энергетике с этих позиций мы пришли. Можно следующий слайд? И что из этого мы вывели? Вообще тут у нас был еще один момент именно с рассмотрения вопроса конкурентоспособности региона. То есть тут вот на этом мы акцентировались, что, конечно, хорошо, вот, наверное, сейчас это будет камень в огород группы бизнеса, такой не очень большой, может быть, очень большой, что конкурентоспособность региона и страны можно поднимать не только за счет развития энергетики. То есть как-то вот развивать одну часть не очень хорошо, потому что вообще в целом конкурентоспособность региона — это комплекс. То есть вот я сейчас оговорилась, сказав только про группу бизнес, на самом деле группа государства сюда тоже подходит, потому что развивать нужно все в целом. Развивать нужно и технологии промышленного производства, потому что, может быть, бизнес и производство в целом у нас не конкурентоспособны не только из-за того, что у нас энергия дорогая. Мы рассмотрели вариант того же Мерседеса, там энергия дорогая, но тем не менее ему это никак не мешает быть конкурентоспособным. Поэтому стратегию развития региона мы сформулировали следующим образом. Производить высокотехнологическую продукцию конкурентоспособную не только… Тут вот мы уже поправили себя в дальнейшем не только за счет цены, но и за счет других средств. То есть за счет качества, за счет каких-то уникальных свойств и, может быть, тогда влияние… Мы не отказываемся, что влияние энергетики очень сильно, но здесь есть и другие факторы, которые тоже влияют. Следующий слайд, пожалуйста. Так, в конце концов, какая же энергетика нужна будет завтра? На наш взгляд, с точки зрения нашей группы. Завтра нужна будет энергетика и вот доклады группы бизнеса и группы государства это подтверждают, обеспечивающие конкурентоспособность региона. То есть бизнесу нужно выпускать конкурентоспособную продукцию, что, собственно говоря, в интересах государства тоже. То есть конкурентоспособность можно обеспечивать за счет получения дополнительной выгоды и от использования новой технологии в энергетике. И этот момент наша группа поясняет следующим образом, что даже если мы внедряем новые технологии в энергетику, допустим, и мы можем запасать энергию, то есть запасать новые ресурсы, тогда нам вторая волна кризиса будет менее страшна. Когда она придет, мы уже будем во всей оружии и нам уже будет проще. То есть если вот третий тезис, если мы будем использовать новые технологии в энергетике, независимые от импортируемых в регион ресурсов, то нам тоже будет лучше и конкурентоспособность региона, она тоже возрастет. Можно следующий слайд, там более подробно о безопасности. По поводу безопасности у нас было очень много, но, к сожалению, Павел, который это рассказывал на кластерном заседании и объяснял это все нам, не смог присутствовать на пленарном. То есть нам нужна энергетика, которая будет обеспечивать безопасность региона. То есть это будет, на примере, это будет безопасное производство, это будет экономическая эффективность, чтобы бизнесу было не страшно вкладываться в наш регион, что он сейчас вложится, а завтра тарифы вырастут и бизнесу будет плохо. То есть бизнесу, промышленности нужна энергетика, обеспеченная ресурсами и технологиями. Точно так же нужна энергетика экологичная. То есть в целом у нас в группе не было каких-то сомнений, что это надо, потому что как-то не хочется жить там, где может быть хорошая энергия, может быть даже она дешевая, постоянная, но если там не цветут цветы, не поют птички, как-то, наверное, там, по крайней мере, качество жизни у меня лично бы точно упало. Наличие собственных технологий точно так же обезопасит регион от различных внешних факторов и диверсифицированность по использованию топливных ресурсов по видам генерации, по видам потребителей. То есть чтобы появилась какая-то конкуренция, чтобы был какой-то дополнительный стимул, вот здесь вот мы уже говорим о конкуренции именно внутри энергетики. Вот. Следующий слайд. Все. Спасибо. Вопросы? Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Оксан Сергеевич, пожалуйста. Можно вопрос такой. Вы под государством имеете правительство Свердловской области? Да. Или Российскую Федерацию? У нас мы рассматривали в целом. Российскую Федерацию или Свердловскую область? Ну, как бы можно... Мы рассматривали в целом Российскую Федерацию на самом деле. У нас... Мы как-то очень глобально к этому подошли, что вот это должно быть в общем. Российская Федерация, ну и правительство Российской Федерации заинтересованы в том, чтобы Свердловская область была лучше, чтобы благосостояние здесь в области было лучше, значит, чтобы уральцы жили лучше там и так далее. Или не очень? Ну, этот вопрос не обсуждался, но с моей личной точки зрения, да. По крайней мере, вот в нашей модели это вписывается. То есть вот мы пофантазировали, мы хотели, чтобы в нашей модели государство было заинтересовано. Вот цель доклада у докладчиков была сформировать требования к новой энергетике с точки зрения конкурентоспособности и безопасности региона. Я, че-то говоря, так и воспринимал. Хотя можно, конечно, и перекладывать, но тут вроде бы влавливался именно региональный подход, как бы позиция региональная. Есть еще вопросы? Пожалуйста, суждения. Спасибо. Я бы отметил три момента, которые есть в докладе, которые, мне кажется, значимы. Производить конкурентоспособную и высокотехнологичную продукцию не только за счет цены, но и за счет, как у вас было это сказано? Новых свойств. Новых свойств, да. Мне кажется, что вот этот тезис, он как бы сопрягается сразу с двумя группами. Группа номер два технологии и группа бизнес, которую я все время как бы упрекаю, что они мыслят себя как энергобизнес. Но ведь энергобизнес можно помыслить еще и таким образом, что он будет, скажем так, продавать вот это новое качество энергетики, которое сегодня нет, оно может какое-то появиться. Это новое качество, оно становится само по себе товаром. Дальше. Получение дополнительной выгоды – это использование новых технологий в энергетике. На следующем слайде тезис, мне кажется, как-то связан с этим. Если его наполнить конкретным содержанием завтра, как? Как это можно сделать? То, мне кажется, он начинает наполняться смыслом, содержанием каким-то. Во всяком случае, какая-то идея здесь, мне представляется, есть, связанная вот в этих двух вещах. Еще один момент по поводу энергобезопасности. И вроде бы даже, мне показалась новизна. На самом деле новизна, когда мы говорим про энергобезопасность, мы говорим про старение основных фондов, про энергозависимость от поставщиков ресурсов. И вообще-то в России давно уже, мне кажется, нужно оценивать как-то. Я не знаю, Павел Топыхов не уехал? Здесь он? Уехал? А? А он в интернете? Вот, я не знаю, его это мысли или нет, но, во всяком случае, пока я в их трудах тут как бы не отмечал такого. Наверное, это у них есть, просто не заметил. Энергобезопасность как способность, как через обеспеченность собственными не только ресурсами, но и технологиями. Его мысли, да? Вот, спасибо за эту мысль, Павел, потому что, мне кажется, что это тоже один из разворотов связей на технологии, которые, будучи, ну, конечно, не только своими, но и качественными, они каким-то образом обеспечивают безопасность в этом мире. Безопасность в том числе, мы же понимаем, что мир становится хоть и глобальным, но он не становится там таким братским там пространством, где вам все будут дарить там, как в коммунизме нам обещали, да? Будет все равно конкуренция, будет борьба за то, чтобы, как бы, в том числе и не зависеть. Вот одна из угроз будущего, мне представляется, я обычно, я вот это говорил как раз Павлу, которая не учитывается, на мой взгляд, концепция энергобезопасности, это угрозы, вот террористические угрозы или угрозы террористических субъектов и угрозы диверсий террористических. Вроде бы, нет уже каких-то стран таким изгоев, я как-то не верю в странные изгои, которые хотят зла всем. Тем не менее, мы наблюдаем терроризм как некоторую реальность, которая вот называют на одной из, по-моему, игр, по-моему, я услышал у Петра Щедровицкого такой термин, астероидные группы. На карте нету субъекта, а тем не менее, зло откуда-то исходит, вот этот самый террор. Это некоторая субъектность, скрытая, теневая, но тем не менее, баксанская ГЭС разрушена террористами. То есть это тоже безопасность. И я так понимаю, что мы, на самом деле, хотели бы жить не только в комфортном, экологичном мире, но и в безопасном мире, в том числе с точки зрения энергетики. Что это значит? Это значит, что наша энергетика должна быть как бы живучей. Что бы ни случилось, мы не хотели бы лишаться тепла, света. Это один из аспектов, за которые вообще-то придется платить деньги. Она через это не будет дешевой. Но если мы хотим, чтобы она была, скажем, чистой, мы должны сказать, мы готовы за это заплатить. Да, она будет дороже, надо быть чистой, экологичной. А если мы понимаем, что нас вообще-то беспокоит надежность, о которой только что говорили, давайте за нее платить отдельно. Вот в этом кластере, который нарисовал Толя, можно получить энергию надежную. Она будет не дешевой. Но если вам нужна надежность, поезжайте туда, там вы ее купите за определенные деньги. И то же самое, на мой взгляд, безопасность. Безопасность тоже, возможно, можно покупать. Ее делать безопасность, энергетикам в том числе, технологически обеспечивать и продавать. Хотите безопасность, мы вам ее сделаем. Спасибо. Да, пожалуйста, Илья. Я кратко тут как бы просто прозвучал про то, что запасение энергии. Интересная тема насчет того, что как бы она тут не обсуждалась, но в принципе прожие очевидно. Если завтра кризис, как бы да, то нельзя ли как-то запасти. Ну все. Я хотел делать сообщение группе государства. Ту идею, которую мы сегодня с утра с вами обсуждали, получила бурное развитие в чате. Они уже, по-моему, не слушают, что тут происходит, не обсуждают идею города Екатеринбурга без бензиновых автомобилей. Все, там уже креатив идет. Трамваи, троллейбусы, электромобили теперь думают, когда их заряжать и как. Мысль развивается. Можно добавить в этом же плане. Мы сейчас играем, мечтаем. Это все отлично, хорошо. Но для того, чтобы мечты были не на что-то все-таки опирались, нужно знать и в какой-то степени технику. Вот если вы заинтересованы, я немножечко вам могу минут 15 рассказать о выставке в Ганновере, где как раз энергетика и электромобили и так далее, значит, само все там было. И на копителях в том числе. Да, вот мне пришла записка, я понял, что Александр Сергеевич готов сделать для желающих сообщение сегодня вечером. Хорошо. Сразу после окончания нашего пленума желающие могут остаться и есть у него даже два для нас подарка. Вот собственное сообщение вот это, да, и фильм. Правильно говорю? Фильм есть, да? Я, насколько понимаю, я завтра собираюсь уезжать. Фильм вы могли бы посмотреть самостоятельно завтра, а сегодня я мог бы вам рассказать то, что есть реальные вещи, чтобы мечтать, чтобы это не были не реальные мечты, а как это называется, когда в литературе это писали? Чтобы это не было маниловщиной, что ли? Чтобы это было, ну, более реальные мечты. Маниловщина в хорошем смысле. Так, группа распределенная энергетика, пожалуйста. Мы договаривались от группы кадров еще послушать. А, группа кадров, извините, пожалуйста, ваш то здесь. Можно презентацию открыть? Свою позицию обозначим, потому что нам сегодня очень нужна обратная связь как кадром, мы ее не от всех получаем. Мы для себя попытались определить, какая же она все-таки энергетика будущего, которая отвечает всем тем требованиям бизнеса, государства, общества. И для себя с позиции людей, которые стремятся максимально повысить свое качество жизни и быть максимально защищенными. Мы говорим, что энергетика будущего, она не просто распределенная, она предельно распределенная. Когда у нас нет кластера генерации и потребителей, нет продавца энергии, у нас клиент и поставщик, поставщик услуги и потребитель находятся в одной точке. Это один и тот же объект, причем он предельно независимый. Я не только сам для себя энергию произвожу, я еще не думаю о том, где мне топливо для нее взять, например. Вот у меня все под рукой, я максимально изолирован. Вот мы представляем себе, что энергетика будущего, она будет именно такая. Соответственно, мы говорим о том, что для того, чтобы этот переход качественно новой энергетики осуществить, нам нужны, ну мы определили это как волевые безумцы. Это гении, генераторы идей, которые более того обладают достаточной волей, это слово сегодня тоже на пленуме звучало, чтобы до своей идеи дойти. И не дойти заинтересовать других, повести за собой. И вот о других. Такой человек, ему нужна команда. Это если говорить о принципе взаимодополняемости, то кадры сегодня должны сбиваться в команды вокруг таких людей. И кадры должны быть в этих командах разноплановые, способные до цели дойти. Это эксперты, исполнители, эффективные управленцы. И дефицит в таких кадрах мы сегодня тоже видим. Ну и соответственно, чтобы этот запрос устранить, мы говорим о том, что основной превалирующей чертой в профиле кадра для развития является его заинтересованность в развитии. То есть это человек с блеском в глазах, тот, который зажегся от безумца, либо тот, у кого есть какая-то личная заинтересованность. Это человек замотивированный на развитие. Мы говорим даже о том, что нам при принятии такого кадра на работу не так важно его знание предметной области. Оно отходит на задний план. Вот лишь бы человек хотел, без разницы, он энергетик, не энергетик. Мы его научим, он будет работать, если он хочет работать. Вот это наши тезисы, как мы видим энергетику будущего и как мы видим кадры для перехода к этой энергетике. Спасибо. Вопросы? Аплодисменты. Тут должны были раздаться, я их прервал. Пожалуйста. Извините. Вопросы есть? Мне показалось, что, вот я услышал в вашем тезисе, развитию нужны параноики. Что-то в этом роде? Не параноики. Под словом, ну, гении. Гении, не параноики. А, ну, я правильно понял, что в них должна быть какая-то мания. Да, мания по достижению своей цели определенно. В этом смысле мания величия, часть параноидальная такая, да, характеристика. В какой-то степени. В какой-то степени, да. В какой-то степени, да, это свойственно, конечно. Параноики в хорошем смысле. Ну, да. Безумцы в хорошем смысле. И умные безумцы, похоже, да? Поскольку вы говорите о них гениальными безумцами. Вот, буквально так это сегодня в группе звучало, умные безумцы. Спасибо. Спасибо. Интересные мысли. Пожалуйста. Ну, вот пример безумца. Гитлер был, насколько я помню. То есть, вот вы пример для таких людей. Ну, мнения разделяются, да, у некоторых? Но Гитлер, безусловно, систему развивал. Можно комментарий? Дело в том, что я вижу, что вы одним и тем же словом называете безумцы и параноики. Вот. Просто я специалист во всем понимаем. Вот. А Гитлер это совершенно… Короче, а у Гитлера маниакальный тип. То есть не надо вот путать. Ага. Спасибо. Еще что-то? Нет. Спасибо. Движемся дальше. Итак, группа «Распределенная энергетика». Ой, времени пять минут на два доклада. Очень жалко. Здравствуйте. Я представляю группу номер два «Распределенная энергетика». И тема сегодняшнего нашего доклада – это актуальный ответ «Распределенная энергетика». Цель нашей группы – заинтересовать бизнес, общество, государство в развитии распределенной энергетики. Можно еще дальше? Позиция нашей группы. Мы – инициативная группа, которая способствует развитию распределенной энергетики. Мы – объединение людей из разных субъектов системы – бизнес, общество и государство. Как бы вчера были обозначены актуальные вызовы – это угроза снижения качества жизни, ухудшение экологии, низкая энергоэффективность, низкий уровень энергобезопасности, ухудшение экологии – загрязнение от тепловых станций, низкая энергоэффективность, ведущая к большим потерям протяженных линий электропередач, а также низкая энергоэффективность потребителей и низкий уровень энергобезопасности. Дальше, будьте добры. Лучшим вариантом развития энергосистемы Средневосковской области является распределенная энергетика. Дальше. Актуальные ответы на вчерашние вызовы – это экология, применение экологически чистых технологий распределенной энергетикой. Энергоэффективность подразумевает под собой использование новых технологий взамен устаревших, исключение потерь в линиях электропередач. И энергобезопасность, подразумевавшая под собой использование местных ресурсов, независимость от возимых ресурсов. Дальше. Энергоснабжение проблемных районов северо-восточной части Средневосковской области на неполностью дотеревает отдаленных потребителей. И наша стратегия сформировалась как развитие энергетики Средневосковской области в проблемных районах. В соответствии с нашей стратегией мы выдвинули следующие требования. Будьте добры, следующий слайд. Требования к развитию энергосистем Средневосковской области – это необходимость создания мощностей в дефицитных районах при условии наличия энергетических ресурсов. Дальше. И мы хотим ответить на вопрос. Энергетика, которая будет нужна завтра – это экологичная, энергоэффективная и независимая от внешних ресурсов. Все рассматриваемые технологии распределенной энергетики экологически безопасны. И энергоэффективная – это значит снижение энергоемкости потребителей, уменьшение генерации. И последний слайд. Будьте добры. Что несет энергетика завтрашнего дня бизнесу, обществу и государству? Бизнесу она висит как возможность развиваться и зарабатывать. Общество несет как снижение социальной напряженности, сохранение жизнедеятельности ряда поселков Средневосковской области. И государство нанесет снижение социальной напряженности, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Да, аплодисменты, конечно. Вопросы? Нет? Да, пожалуйста. Суждения есть? Мне показалось в одном слайде, сейчас я его перелистаю здесь, лишнее слово. Требования к развитию энергосистемы Средневосковской области. Необходимость создания мощностей в дефицитных районах при условии наличия энергетических ресурсов. При условии наличия энергетических ресурсов в этих районах, вот мне кажется, сегодня можно было бы это, вот эти последние пять слов убрать. При условии наличия энергетических ресурсов. В том смысле, что всю территорию Средневосковской области, в принципе, можно осваивать. И большая часть, вот на вашем слайде было видно, она еще не освоена толком. Большие территории наши не освоены. Возможно, там райские места. Но там, ну как бы нет энергии. А почему нет энергии? Либо сети далеко тянуть, либо энергетических ресурсов нет. Но мне кажется, что вот мы сейчас понимаем, что мы можем областными ресурсами маневрировать, потому что уже накопилось за эти дни несколько представлений о том, каким образом можно закрывать задачи. Твердооксидные топливные элементы. Они могут, мне кажется, обеспечивать энергоснабжение локальное. Если мы говорим о локальном или персональном энергоснабжении в любой части области. Я хочу жить в самой северной точке Средневосковской области, куда никогда не дотянутся электрические сети. Как мне быть? Я сейчас, сегодня начинаю понимать, что мне они там и не нужны. Если может быть обеспечено там достаточное энергоснабжение с помощью альтернативных, вот как раз определенных источников. Но теперь-то мы понимаем, что в принципе, мы же про это говорим, что они возможны. И, возможно, такие решения. Я бы в этом смысле сегодня даже не ограничился этими последними пятью словами. Всю территорию можно освоить. Так мне кажется. Да, и открыть в ней много интересного, полезного и красивого. Пожалуйста. Денис, группа распределенная энергетика. Ну, во-первых, это, конечно, обсуждалось. И второй пункт надо, это как первый этап. И вот эти районы, они мало заселены. Это реально, их можно обеспечить. Там где есть ресурсы, да? Даже альтернативными источниками, ветром. Если в Германии 20 гигаватт, по-моему, да, Игорь говорил, на сегодняшний день ветром воспроизводится, то площадь Свердловской области такая же. Если у нас даже там вдвое меньше сила ветра, то для этих районов нам там, ну, мегаватт 5-10 надо, чтобы эти деревушки запитать. Мы их можем воспроизвести легко. То есть группа готова двигаться к освоению территории и развитию территории Свердловской области, независимо от того, там есть ли какие-то проблемы ресурсные, например, да? Вы готовы ставить задачу предельно простую, что называется, предельно в этом отношении, предельную в смысле по своей постановке? По факту решать точку Свердловской области можно превратить в центр развития. Да, можно найти ресурс в любой точке. Можно найти ресурс. Спасибо. Галина, группа распределенная энергетика. Мы хотели сказать, что на первом этапе мы хотим найти ту точку, где сходятся два условия. То есть есть потребитель, которому нужна энергия, и есть какой-то местный ресурс. Чем мы облегчаем, скажем так, задачу? Когда этот, назовем это пилотный проект, будет реализован, можно будет искать какие-то другие варианты и рассматривать более сложные уже системы. То есть вот с такой точки зрения был вынесен вот этот слайд. Спасибо. Скажем так, не кидаться сразу же в огонь, а там попробовать. Может и не стоит, а может и стоит. А там, глядишь, и денежкин камень заселим в какой-нибудь крутой гостинице с горнолыжным курортом. И еще дополнение от этой же группы. Насколько я понимаю, значит, группа пытается самостоятельно решить все проблемы. То есть здесь вот с этим проектом тоже, то есть найти точку, где приложить, значит, самый вот пилотный проект, заработать на нем деньги и дальше расширять и расширять и развитие распределенной энергетики. Но я полагаю, что если заинтересовано помечтать немножко и посчитать, что заинтересовано будет правительство Свердловской области, и она сможет помочь какими-то ресурсами, то, безусловно, значит, самая, так сказать, распределенная энергетика, альтернативная энергетика будет двигаться существенно быстрее. Спасибо. Я увидел еще одно словосочетание. Вроде бы эта группа не должна была выходить на эту проблему и не сегодня. Но, тем не менее, мне кажется, это значимая вещь. В последнем слайде два раза упомянуто такое словосочетание – снижение социальной напряженности. Мне кажется, это значимая, как бы вскользь она указана, вот последний слайд, откройте, пожалуйста. Указано, как уже, как то, что может быть решено, да, то, что может энергетика завтрашнего дня дать, в том числе снижение социальной напряженности. На самом деле, мы как бы здесь вскользь упомянули тему, которая на самом деле, с одной стороны, есть проблема, и хотелось бы ее решить. Один из наших известных, по-моему, журналистов говорил, я вот хочу, чтобы наша страна была такая, чтобы в ней работали суды. Вот все, только суды работают, но и суды работают лучше всех в мире. Вот каждый знает, что если разбирается там между собой, там, скажем, я не знаю, там, судится, например, там, американская компания с английской компанией, где рассудиться? Ну, конечно, в России. Надо ехать в Россию, там суд точно определит справедливое решение. Вот моя мечта, говорит он. Так, крутая мечта, я считаю. То же самое ведь можно переложить, мне кажется, и вот такие вещи. Можно говорить о социальной напряженности, и сегодня мы эти чувствуем, эти вещи. А можно говорить о социальном комфорте, когда ощущение того, что рядом с тобой другие люди, приводит к тебе чувство какого-то комфорта и удовольствия. Мы здесь, мы иногда это испытываем, но хотелось бы, чтобы это было постоянно. Вот в этом смысле идея снятия проблемы социальной напряженности и наоборот, как бы, если это рассматривать как некий график в минус от нормы, создание некоторой, как это, напряженности наоборот, скажем так. Что-то я привязался. Напряженности в хорошем смысле. Вот это было бы интересно. Спасибо. Идем дальше. Последний доклад. Группа робототехника в энергетике. Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Казаков Артем. Представляю группу робототехника в энергетике. Сделал небольшую ремарочку. Сегодня, как полагается, день мечты. И наша группа сегодня немножечко помечтала, но выдвинула актуальные требования. Можно презентацию? Тема нашего доклада сегодня – это взгляд в будущее. Как мы видим место роботизации и автоматизации в энергетике? Мы заявляем, что главная ценность – это жизнь человека. В краткосрочной перспективе человеческий труд во вредных и опасных и тяжелых условиях нужно заменять роботизированным. Следующий слайд. К примеру, живой пример сегодня. Мы побывали на Верхнетагильской ГРЭС, в частности, в котельно-трубинном цехе номер один. Там грязно, там шумно, там темно, там все капает везде. Ну и сделали вывод, что все плохо. Все эти характеристики представляют собой вредные условия труда, в которых работать человек не должен. Но, тем не менее, люди там работают и получают мизерную добавку к заработной плате. К примеру, за вредные условия труда 4%, за опасные условия труда 8%. Исходя из нашего заявления о том, что ценность – это жизнь человека, мы разработали долгосрочные перспективы. Мы считаем, что вся энергосистема должна быть автоматической. К примеру, в случае аварии или несправности она сама принимает решение, как и какими роботизированными средствами ее устранить. Ну или, к примеру, если энергосистема определяет, что нужна новая электростанция, она сама ее проектирует и сама строит в нужном месте. Мечты. Следующий слайд. Исходя из нашей логики, мы попытались представить организационную структуру автоматической энергосистемы. В автоматической энергосистеме будет всего работать один человек. Это директор. Основная задача которого будет отчитываться перед президентом о работе автоматической энергосистемы. Также стратегическими вопросами развития энергосистемы будет заниматься энергетический совет. Собственно говоря, следующий слайд. Вот так вот мы представили организационную структуру. Для того, чтобы наши вот эти вот перспективы все-таки развивались и начали развиваться и сбиваться, мы выдвигаем следующие требования. Следующий слайд. Вот этот слайд почему-то у вас не транслируется в интернет полностью с надписями, поэтому просьба вернуть назад его и показать через камеру. Предыдущий, да. Видите, те, кто сидит в фети, коллеги, там верхнее, чуть повыше, верхнее вот эти пространства, они тоже заполнены словами. Энергосовет планеты, сверху там президент почти не видно и дальше директор. Спасибо. Дальше. Исходя вот для того, чтобы наши перспективы развития начали сбываться, мы выдвигаем следующие требования. Робототехника и автоматизация должны занимать свое место как в стратегии развития централизованной энергетики, так и в стратегии развития распределенной энергетики. Собственно говоря, все. Спасибо за внимание. Спасибо. Еще небольшое объявление. Сегодня мы ездили, как я повторяюсь, на Верхний Тагильскую ВРС и попытались сделать какой-то фильм о нашем положительном опыте внедрения робототехники. И мы проводили испытания там. У нас есть видеоролик с фотографиями. Спасибо. Интересно. Свежие новости. Спасибо. Это коптер, который предоставляли нам. Что вы обнаружили? Ну, пока ничего не обнаружили. Ну, сказать все хорошо, мы пока не можем. Зато взгляд на них изменился. Спасибо. 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 dopo ul Это мы пускали робот-магнитоход по трубе. Это робот-магнитоход по резке труб. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Вопрос на понимание. Я правильно понял, что исчезновение условий опасного и вредного труда вообще не рассматривается группой? Вообще не рассматривается. Пожалуйста. Я правильно понимаю, что главным сбоем в работе вашей автоматизированной системы будет признание человека вредным потребителем? Я не знаю ответа на данный вопрос. У меня два вопроса на расширение содержания. Может быть, даже сегодня не получу на них ответа, но, может быть, чуть-чуть позже ответить. Может быть. Во-первых, почему-то меня заинтересовало, в чем предназначение человека, по мнению вашей группы. По нашей схеме, которую мы предоставляли? Или вообще в общем? Можно по схеме, можно нет. Можно сейчас, можно не сейчас. Предназначение человека – жить и отдыхать. Не беспокоиться о том, что у него в туалете не погаснет свет. Спасибо. И второй вопрос. Если сможете ответить, опять же, можно сейчас, можно и сейчас. Судя по всему, у вас нет проблем со скоростью. В чем основная компетенция вашей группы? На этот вопрос я отвечу позже. Благодарю. В общем-то, связан с человеком, по сути дела. А директор – это кто у вас? Кого вы хотите оставить живым и с заработной платой? Вся группа остальная, значит, может уйти в тень. Ну, это шуточный, значит, само, так сказать, можно не отвечать. А вот следующий, значит, само, так сказать, вопрос. Для вот этой робототехники нужна энергетика. На каких аккумуляторах вы сейчас ездите? Летаете, режете, значит, самотрубы там и так далее. На каких? На литий-ионных аккумуляторах. А вы, наверное, знаете то, что есть беспилотники, что они летают. Знаем, конечно. А по длительности полета беспилотника, мировой рекорд, на каких аккумуляторах? Или на чем они были? На чем? Не томите душу, раскройте тайну. На чем же? Вы же знаете. Можно? Можно я отвечу? По сути дела, на топливных элементах. Действительно, на топливных элементах. Не может быть. Да здравствуют роботы на топливных элементах. Но вот у нас, к сожалению, значит, самобеспилотников, как мы видим в конфликтах военных там и так далее, они у нас почему-то не летают. Мизонька. Спасибо. Мне кажется, что вот идея, которую родила группа, когда полностью автоматизированная энергосистема, это нечто очень громоздкое, которое очень трудно и долго надо будет роботизировать. Вот. Мне представляется, если бы соединить идею роботизации с персональной энергосистемой, вот моя, я живу в мой дом на берегу реки красивой, мне больше ничего не надо, мне нужно энергетику. Вот такую энергетику, которая по моим потребностям там сколько там, 7-10 киловатт может быть, наверное, ее, это была бы не очень сложная энергосистема, персональная энергосистема. И самое главное, вот как раз ее-то, наверное, проще всего было бы роботизировать. Так ведь, да? Причем так, чтобы там она, там, может быть, там, задача решала, в том числе, может быть, поставки топлива там или там еще что-то, не знаю, но во всяком случае, да, и дистанционно бы управлялась каким-нибудь роботом-оператором, скажем, через спутниковые каналы. И это, наверное, вот, может быть, ее как раз, эту энергетику помыслить, как более податливую для роботизации, именно персональную. Ну, в этом смысле, как раз распределенную, как вариант. С этого начинать, пожалуйста. Разве можно заложить все непредвиденные ситуации в программу робота? То есть, может даже возникнуть ситуация, что алгоритм не был разработан, и робот станет перед неразрешимой проблемой для него. Нужен человек все-таки? Можно, да, ответить? Мы не спорим, что нужен человек, он в этой системе есть. Ну, сейчас шла речь о том, что и роботы будут, так сказать, менеджерами и управлять другими роботами. Само собой, человек появляется только там, где система дает какой-то вот стопроцентный сбой. То есть, человек всегда находится рядом с роботом, всегда смотрит за ним? Нет. Тогда существует опасность, что ситуация возникнет, когда человека нет рядом? Нет. Не существует такой опасности? Нет. Я очень, так сказать… В их мечте этого нет. Этих неприятностей. Давайте я еще добавлю. Александр, меня зовут. Дело в том, что мы рассмотрели, так скажем, ну, как вы заметили, две перспективы. Краткосрочные и долгосрочные. Так вот, в долгосрочной перспективе на самом деле наши мнения немножко, они, в общем, не едины. И одно из мнений, что вообще говоря, вот эта вот автоматическая система, она будет, ну, скажем так, сильно отличаться от настоящих автоматических систем до такой степени, что она действительно сможет реагировать на непредвиденные ситуации, подобно тому, как сегодня это делать, как это может делать человек. То есть такой проблемы просто не будет, как мы сегодня себе представляем, что компьютер умеет делать только то, что в него заложена программа. Я ответил на ваш вопрос. Еще, да? Ну, давайте. В принципе, вот сейчас мечта, как бы у энергетиков, или так, как бы идея такая, да, это самовосстанавливающаяся, ну, аварийная ситуация, то есть самовыравнивающаяся сеть, тема вроде старая, как бы, да, на самом деле, как бы вопрос серьезный. То есть сейчас что происходит? Ну, кто с энергетикой знаком? Отключилась линия, дальше что происходит? Там же все не автоматически. Туда выезжает оперативная выездная бригада. Дороги нет. Они ходят по этой линии, ищут, там, что случилось. Вот один пример. Можно массу таких случаев приводить. Или переключение, допустим, осуществляется. Это только слово такое красивое, переключение, так? А на самом деле реально, кто-то может прокомментировать, что такое переключение? Ну, можно сказать. Как отсуществляется переключение современное? Тут можно сказать только одно, что люди, то есть при переключениях это постоянное созванивание. Нет, да, да, да. То есть у нас телеуправления нет, это физически, команда едет, смотрит, отзванивается, добро, недобро, консультируется, спрашивают, запрос, работа, то есть. Ну, один смотрит, а второе дело, кто-то помладше, он под напряжение завлазит, куда старший проверяет, чтобы он не ошибся. И искусственное дыхание потом оказать может, потому что одному опасно. Вот переключение. Спасибо. Все, да? Коллеги, очень интересное дело, оказывается, вот эти доклады прочитать в виде статей. И вот у нас такая практика есть, наши коллеги подарили нам возможность формировать книгу. Я не знаю, все ли работают группы над своими докладами, переводя их в текстовую форму, но я знаю, что такие тексты есть, такие главы книги заполняются. Было бы очень интересно сегодняшние доклады перевести в формат текста, формат статьи. Мне кажется, мы бы еще увидели по-новому, по-другому, потому что текст, он обладает дополнительными свойствами донесения содержания. Все, что сегодня было сказано, было бы интересно по-другому через текст еще раз увидеть. Я предлагаю вам, прошу подумать над тем, как оформить то, что сегодня озвучивалось в текст. Теперь, сейчас мы заканчиваем пленум, желающие могут остаться послушать выступление или сообщение Александра Сергеевича Лепилина. Что будем делать завтра? Если сегодня день стратегии, можно понять эту нашу работу, как поиск ответа на вопрос, куда, куда идем, куда стремиться будем, то завтрашний день, когда мы будем переходить к концепциям, концепция развития энергетики, возможно ли развитие, вот завтра-то и надо отвечать, вот бред, который вы сегодня соорудили, как он заработает, вопрос Михаила. И, конечно, вот как достичь, как сделать реальную вот эту, казалось бы, безумную идею, вот это вопрос завтрашнего дня. Как-то один какой-то знаменитый, по-моему, артист ходил в какой-то специальной там шляпе, знаменитой тоже, ну типа как Лужков в кепке, и с кем-то поспорил, потому что на спор он съест свою шляпу и проиграл. Ему говорят, ну давайте, давайте, думайте. Оказывается, ответы на вопросы, как попасть, они требуют не меньшей изобретательности, может быть, даже больше. Он придумал, сделал торт в виде своей шляпы, съела сам и угостил товарищей. Но самое, мне кажется, замечательное было случай у Александра Дюма, старшего, по-моему. Он стрелялся на дуэли с кем-то, у них был на двоих один пистолет. Зарешили, кто вытягивает жребий, тот идет в соседнюю комнату и застреливается. Дюма выпал, несчастный билет, он зашел в комнату, раздался выстрел, выходит Дюма, говорит, я промахнулся. Я желаю им завтра такого же креатива, который был сегодня, еще больше изобретательности. До завтра. А сейчас Александр Сергеевич Лепелин, пожалуйста. Спасибо. Сейчас презентация о энергетике, которая демонстрировалась. Нет, но это же она и есть. Нет, но это Ганновер. Ганновер. Которую мы сегодня давали. Да. Это она и есть. Нет, нет, нет. Давай сам за мной. А, извините. 4-9 апреля в Ганновере состоялась выставка, международная выставка. Ну, вообще говоря, это достаточно большая выставка. Следующий, давайте. Кристалли. Ну, естественно, Меркель открывала. Следующий. 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 Выставка продемонстрировала глобальность технической деятельности человека и одновременно отсутствие четкого экологического мышления, направленного на сохранение нашей планеты, на сохранение будущей жизни на планете. Дальше. Это стенд Свердловской области. Свердловская область выступала самостоятельной делегацией. Дальше. Это свободная экономическая зона. Это один из элементов, который изготавливается для Боинга. Дальше. Это светотехника, та, которая действительно экономная. Следующий. Это стенд, который представлен Академией на Уральском отделении. Следующий. Это топливные, твердооксидные топливные элементы спасут мир. Ну, и представляются, какие они из себя могут быть. Дальше. Там же обсуждался проект промышленного производства ТОТЭ у нас на Урале. И вот была тематическая экскурсия энергоэффективность и энергосбережение. Здесь вы видите, ну, порядка пяти, семи, может быть, само, восьмиметровые для шестеренки для ветрогенераторов. Дальше. Возможные сценарии развития энергетики и перехода к водородной энергетике. Несмотря на то, что ведущая роль нашего энергоносителя, лучшего энергоносителя водорода в энергетике практически никем не оспаривается, тем не менее, переход от ископаемых к водородной экономике по-прежнему лишь активно обсуждается, но не реализуется. По оценкам экспертов, у населения Земли к середине этого века потребность в электроэнергии возрастет до 10 тераватт. Требования уменьшения загрязнения атмосферы парниковыми газами при деятельности человека уже выходят на первый план. Их уже не удается регламентировать протоколом намерения к киотским соглашениям. Ну и вы знаете, то, что вообще говоря, то, что наш президент на вот этих саммитах пытается отбиться сколько-то, значит, от наседающего окружения. А наседает окружение, вообще говоря, достаточно просто и прямо. Вы загрязняете планету, вы платите штраф. Мы не хотим, значит, умирать из-за того, что вы атмосферу портите. Ну, поэтому, естественно, у президента как бы такая двойственная ситуация. С одной стороны, он говорит, что да, мы будем, значит, уменьшать, снижать самовыбросы в атмосферу. А с другой стороны, он начинает говорить, а у нас много лесов, мы же ее атмосферу очищаем одновременно. Ну и в результате первые лица, значит, государств на вот последнем форуме в Копенгагене, они не смогли родить документ, который бы регламентировал, сколько можно, значит, выбрасывать, сколько нельзя и так далее. И вот в настоящее время обсуждаются три варианта перехода к водороду. Развитие технологий обезуглераживания, ископаемого топлива, уголь, нефть, газ. Развитие атомной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии. Ну и надо сказать, что у нас вы тоже, значит, видите то, что вот подземная атомная электростанция, ну и какая-то распределенная энергетика. Это вот третий пункт. Следующий. Третий вариант выглядит как бы наиболее предпочтительным. Казалось бы, грех не использовать солнечную, ветровую, геотермальную и тому подобные энергии. Однако рассчитывать, что эти источники смогут представлять альтернативу действующей централизованной энергетике по суммарной мощности, абсурд. Если рассмотреть действующие солнечные электростанции, то мы увидим, что для изготовления панелей затрачено столько электроэнергии, сколько они не смогут выработать за весь свой срок службы. Поэтому это потребители в большей степени электроэнергии, это не генерирующие. Но могут ли они жить? Естественно, могут. В одном месте вы имеете много электроэнергии, изготавливаете эти панели, а там, где ее нет, кроме солнечной, там вы можете солнечную энергию преобразовывать. Ветровая энергетика неприемлемо дорога, при этом для Европы, например, коэффициент использования установленной мощности не превышает 20%. Это значит, что ветрогенератор мощностью 1 мегаватт из-за малой силы ветра сможет вырабатывать только 250 киловатт. Ну, это значит, понятно, что вы должны затратить, значит, сама, так сказать, в 4 раза больше каких-то ресурсов для того, чтобы получить только четверть этой мощности. Вот в процессе этих передвижений по выставке я пытался задавать ведущим специалистам, разработчикам солнечных батарей, ветрогенераторов примерно одинаковые вопросы для того, чтобы первые лица в нашей Свердловской области, в нашего города, чтобы они понимали, с чем они имеют дело. И на такой вопрос, когда электроэнергия по стоимости, которая вырабатывается вашим способом, сравняется со стоимостью централизованной энергетики, они отвечали примерно так, что мы думаем, что лет через 15-20, когда стоимость углеводородной энергетики, то есть централизованной, будет повышена настолько, потому что будет углеводородов уменьшаться, настолько, что мы сможем конкурировать с ней. При этом еще в том только случае, если штрафы за то, что выбрасываются, тоже будут велики. Штрафы за выброс в атмосферу. Следующий слайд. Вот ветроэнергетика, ну она реально вот самая, таким вот образом, значит, находятся в ветропарке в Германии, в той же самой. Но надо отметить, что всегда разработчик цену указывает ту, которая привлекательна для бизнеса, чтобы тот, значит, сам оплатил. С ветра, генераторами, с ветропарками, что тут происходит? Ветер, вообще говоря, что это такое? На планете, значит, есть повышенное давление, пониженное давление. И, значит, ветер пытается выровнять эти давления. На самом деле, значит, ветропарк пытается остановить ветер. Что происходит? Ветер точно так же, как и ток, электрический ток, не дурак и идет по меньшему сопротивлению. То есть он меняет траекторию. А измена траектории, значит, само, так сказать, движение воздушных масс, это смерти, там и так далее. Естественно, последствия никто не в цену электроэнергии не закладывает сейчас при строительстве. Ну, естественно, значит, низкие частоты появляются у ветроэнергетики, которые невозможны, несовместимы с жизнью человека. Поэтому там, где пытается человек их вынести в зону, где постоянные ветры, где большая, значит, самосила ветра, к морю, значит, и в море стоят более высокие мачты, значит, вот этих ветряков. И все живое, которое вблизи этих ветряков, оно, так сказать, либо погибает, либо уплывает куда-нибудь в сторону. То есть экология не очень хорошая. Дальше. Это атомная. Второй, так, так, так. Сам по себе до настоящего времени недостаточно понятен, насколько он экологичен и каких потребует затрат для полной реализации в полном цикле. Спасибо военным за отработку атомной энергосистемы для подводных лодок, пригодных для распределенной энергетики. Ну, посмотрим, как они проектируют. Сейсмоустойчивость. Максимально они считают, что может быть 7 баллов по шкале Рихтера. Потому что, если они начнут предусматривать 9 баллов, то строительство, стоимость строительства возрастет в 10-15 раз. И тогда такую электростанцию, если она сейчас у нас, киловатт установленной мощности стоит 5200 долларов, то если это будет 50, это станет совершенно невыгодно. Такое строительство. То есть, они заведомо при проектировании... Сергей Евгеньевич, вот тут Сергея Евгеньевича на вас там рядом нету. Вы же по своему докладу все расхвалили, а теперь у вас какой-то другой доклад. Нет, я не... что я расхвалил? По топливным элементам. Мы сейчас начнем... Нет достойных оппонентов, вы начинаете... Дойдем до топливных элементов. ...аргументы, которые, мне кажется, Сергеевич и Евгеньевич... Я ему сам об этом говорю. ...серьезные контраргументы. Вы о них помните. Правильно, технологически это ход. То, что электростанцию атомную, значит, наземную надо закапывать, а технологически, это если мы сразу ее закопали. Это нормальный ход. Потому что что делать дальше, мы все равно не знаем. Что она в закопанном состоянии будет, когда кончится. Что с ней будет происходить. Мы просто-напросто не знаем. Мы не знаем, как утилизировать и так далее. И так далее. Я предлагаю на этой ноте и закончить. Пока что-то не знаем, но мы узнаем. Следующий. По моему мнению, только первый вариант с использованием распределенной энергетики на твердооксидных топливных элементах сможет удовлетворить в ближайшем будущем потребность землян в электроэнергии и привести к экологически чистой водородной энергетике, используя часть энергии для получения водорода, высокотемпературным электролизом воды. Вот на этом слайде чистая угольная электростанция мощностью 275 мегаватт с нулевым выбросом СО2 в атмосферу. Строительство ведется в Иллинойсе, начато в 2009 году. Ну и, скорее всего, они ее закончат в 2012-2013 году. Стоимость 1,2 миллиарда, сейчас она уже превышена. Поэтому она, я думаю, что раза в два будет дороже. Следующий. Принцип такой, что уголь газифицируется и синтез газ попадает в твердооксидный топливный элемент, где вырабатывается, окисляется электрохимическая электроэнергией, преобразуется, прямое преобразование. И выход СО2 и, значит, вода. Ну, соответственно, СО2 может идти по трубопроводу на промышленное применение, либо, значит, сама пока скапливаться в каких-то резервуарах в жидком состоянии. Дальше. Автомобили. Это самый большой, 80% загрязнения атмосферы в городах, это автомобиль. Дальше. На выставке в Ганновере Михаил Шумахер рекламировал болид, электроболид. Значит, ну и вот действующий чемпион мира, значит, говорил, я бы погонялся, значит, сама, так сказать, на таком, значит, болиде. Что происходит, значит, на самом деле? Человек, говоря сейчас, что электромобиль – это большое благо, это чистый электромобиль, он ничего не выбрасывает, но он забывает или не хочет, когда он это говорит, что это ВОО, он не хочет говорить о том, что тяговую аккумулятор, тяговую батарею необходимо, допустим, 8 часов заряжать от централизованной сети, а загрязнение атмосферы происходит там, где эта электроэнергия вырабатывается. А человеку на Земле какая разница? Здесь он к трубе, значит, само трубы автомобиля нюхает, или последствия, значит, самоэкологии. Накопители, накопители, вот сейчас литий-ионные, значит, источники тока. Сейчас это, значит, в общем-то, один из наиболее энергоемких, значит, аккумуляторов. Они не решают проблему, потому что накопители можно относить к отсроченному использованию, генерированию электроэнергии. То есть, ну вот, как, допустим, в Германии, сначала, значит, само, так сказать, есть свободная электроэнергия, поднимают воду на какую-то высоту, а затем она, значит, само, так сказать, при, когда нету генерации, значит, вода идет и крутит какую-то турбину для получения электроэнергии. Литиевые источники, надо сказать, что они имеют достаточно большую емкость, благодаря природе. Значит, единичный элемент имеет не один вольт напряжения, а порядка трех вольт. То есть, это хороший, значит, самоспособ, но когда вы, значит, берете 50, допустим, киловатт электроэнергии и загоняете в небольшой объем, это становится уже небезопасный источник тока. Следующий. Пожалуйста, было море, значит, каждая фирма представляла свой, значит, самоэлектромобиль для того, чтобы прокатиться. В настоящее время, вот там на чате, значит, само, так сказать, были вопросы, хоть 80 километров он идет. Сейчас созданные, значит, самоэлектромобили, которые на базовой, значит, само, так сказать, аккумуляторной, литий-ионной, чаще всего батареи, двигаются 250-300, значит, само километров. Дальность пробега. То есть, в принципе, могли бы удовлетворить, если бы, на мой взгляд, они питались не вот централизованной сети. Если мы рассмотрим, а вообще говоря, когда мы имеем дело с экологией, это состояние, будем говорить, всей планеты, то необходимо рассматривать, что полный цикл от начала ископаемой, значит, само, так сказать, до стали, допустим, и до утилизации. Так вот, если мы рассмотрим полный цикл добычи газа, ну, возьмем газ, как наиболее, как говорят, удачный энергоноситель, то есть уголь сейчас считают, у нас считают, что лучше на газ, допустим, электростанции переводить, не такая грязь будет, чистота там и так далее. Вот, возьмем самое, значит, самое, так сказать, ну, более экологичное топливо, газ. КПД добычи 85%, значит, процентов. Выбросы в атмосферу, здесь на этом слайде не указаны, соответствующие имеются естественные выбросы. Дальше транспорт, значит, этого метана по трубопроводу. КПД 85%. Дальше двигатель внутреннего сгорания. КПД, когда он работает в оптимальном режиме, не как просто автомобиль на двигателе внутреннего сгорания, когда у него КПД от 0 до 9%, а когда он работает при постоянной нагрузке, двигатель, значит, самым может иметь, как тепловая машина, 30%. Значит, если мы дополним этот двигатель электрическим двигателем, то есть будет гибридный автомобиль, тогда, значит, сама, так сказать, будет ситуация, КПД этого автомобиля гибридного будет суммарный КПД, 17%. Электромобиль в чистом виде добыли, передали, выработали электроэнергию на этой, по сетям, значит, сама передали, электромотор имеет сам КПД 80%, а КПД электромобиля будет 4%. На распределенную энергетику, значит, в автотранспорте, во всяком случае, претендует твердополимерные топливные элементы и твердооксидные топливные элементы. У этого КПД 40, у этого 65. Для питания этого необходим чистый водород 99-995%. А, значит, если это все перемножается, в конечном итоге получается, значит, с КПД такого автомобиля 40%. Нет, извините, там ниже будет. Здесь 65% КПД. Этот 14 суммарный КПД, этот 37. Следующий слайд. Здесь, в этой табличке, выбросы в эквиваленте СО2 грамм на киловатт-час. Если имеете 75 киловатт автомобиль, когда он не работает, а это сейчас нам же очень удобно, холодно, мы его, значит, сам на автоматический запуск делаем, включаем. Он у нас барабанит, в течение часа, значит, сам атаксид, ну, допустим, два раза включится, там, на 10 минут, к примеру, да. Это 23 часа, он с КПД 0, он никуда не едет. Значит, сам атаксид вырабатывает вот столько на киловатт-час, на киловатт. Здесь у вас 75. Домножаете, получаете, сколько вы загрязнили атмосферу. Мы, ну, человек, вообще говоря, об этом не хочет думать, не надо, ему же удобно. Ну, и, ну, в общем, вот из этих схем, если, значит, сам атак подойти, то видно, какой транспорт наиболее будет выгодный. Следующий слайд. Ну, это, значит, там было наше представительство открыто, представительство Свердловской области. Поэтому в Ганновере есть представительцы Свердловской области, и можно через них каким-то образом общаться с немецкой общественностью. Дальше. Следующий слайд. Твердооксидные топливные элементы. Дальше. На выставке были представлены 64 компании, 64 компании, которые занимаются твердооксидными топливными элементами. В той или иной степени. Это Юлевский исследовательский центр. И руководитель проекта по твердооксидным топливным элементам. Следующий. Это максимальная мощность батареи, которую в 2004 году этот центр создал 13,3 киловатта. Дальше. Сейчас они, значит, само 5-киловатное устройство разрабатывают. Ну и вот единичный элемент, планарная конструкция. Дальше. Другой научный исследовательский центр, это фраунгоферский, значит, само так сказать, институт. Планар, министаг, значит, вот такая энергоустановка. Дальше. Вот ее как бы макет. Дальше. Топливо. Это электрохимическая часть. Дальше. Это вот уже устройство. Относительно небольшая девочка, значит, сама, так сказать, может его держать. И это устройство порядка, там, по-моему, 500 ватт. Дальше. Одно из больших, как бы, отрицательных свойств твердооксидных топливных элементов, говорят то, что так они же долго у вас разогреваются до рабочей температуры. Это вот ответ некоторых, значит, саморазработчиков. Ну, здесь применение, где они применяются. А это вот разработчики пытаются ответить. То, что если они приложат 160 вольт для разогрева, они будут саморазогревать устройство 10 минут. Если, значит, самоприложат там 230 вольт, будут, значит, саморазогревать в течение 3 минут. Дальше. Предлагаются различные способы, значит, самонагрева и газом. Дальше. И сами материалы. Чаще всего говорят, керамика, это же хрупкая у вас, а твердый электролит является керамикой. Здесь демонстрируется, значит, такая вещь. Керамику, полоску из керамики берут и ее сгибают. Согнули, освободили, нагрели горелкой и жидким азотом на нее полили на разогретую. А дальше попытались точно так же согнуть. Сгибается и рушится. Дальше. Стоксера – это первое предприятие в Германии, которое начало выпускать твердооксидные топливные элементы. Вот эта электрохимическая часть. Вот эта батарея. Дальше. Это вот макет, значит, был. Сейчас они 1,7 киловатта. Дальше. Это газовый котел, который обеспечивает жителя не только, значит, само, так сказать, теплом, но и электроэнергией, поскольку тот вот генератор на топливных элементах установлен непосредственно внутри этого газового котла, непосредственно в квартире каждого потребителя. Сколько ему надо электроэнергии, сколько ему надо тепла, столько он и получает. Дальше. Это более мощная система, 3 киловатта. Дальше. Дальше. Это швейцарская фирма. Проект «Галилео». Планарная конструкция, но, видите, несколько другая. Она, значит, уже прошла испытания в жилых домах. Ну, достаточно длительные, значит, там суммарно, если говорить, это миллионы часов. Дальше. Это его и характеристики. Дальше. Это австралийская фирма. Австралийская фирма, значит, сама, так сказать, которая демонстрирует достаточно грамотное построение всех инженерных систем твердооксидного топливного элемента, которая пытается, ну, наиболее дешево, это к бизнесу относится, изготавливать такие энергосистемы. Изготавливать они в Германии. Дальше. Достигнутый КПД, это пару лет назад был, 60%. Ну, там электрохимическая часть. Дальше. Ну, это, значит, характеристики. Дальше. Это фирма в Германии, Старк, которая производит единичные элементы различной конфигурации. Дальше. А это характеристики, вольтамперные характеристики. Дальше. Это Соединенные Штаты. Плоская, планарная. Дальше. Технология тейпкастинг, литье пленок, трубчатые элементы, планарные элементы. Дальше. Ну, это сам, так сказать, директор и главный менеджер. Это их, как бы, первое детище, 500-ваттный модуль. Дальше. Вот то, что он из себя, значит, самопредставляет. Вот надо вам киловатт, два модуля таких поставили. Надо, значит, само больше, ну, поставьте больше. Ну, и, по-видимому, все дальше. Институт электрофизики, Уральское отделение, Российская Академия наук. Приезжайте, посмотрите вживую, что это такое. Спасибо. Александр Сергеевич. Вопросы есть, да? Да, давайте. Спасибо. У меня целый ряд вопросов на понимание. Вот я правильно понял, что вы говорите о том, что централизованная энергетика, она обязательно связана с потреблением углерода, содержащего топлива. Сегодня вы были на электростанции, были, там вы видели, значит, само, что топливом может быть мазут, уголь и что еще? Газ. Вот там, значит, само каждый генератор, значит, само, так сказать, который работает на том, на первом, втором, третьем топливе. Углеводороды либо уголь. Дайте еще один микрофон. Я тогда уточню свой вопрос. То есть, например, построить сети от генераторов там на тот элементах, не получится. Вот. Ну, тут вы нуждаете, значит, мою оценку, значит, само, так сказать, сетевой энергетики. Это, по сути дела, у вас есть генерирующая какая-то мощность. Она выдает эту мощность, а дальше все, дальше, распределение ее, подача там на сотни, там на тысячи километров, это все потери, 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 потери. Ну, и вот, когда ГОЛРО, значит, само проект, политический проект, что в каждом доме должна была гореть лампочка или чай, политический проект, тогда говорили, то, что у нас страна громадная, вот здесь вот ночь, вот здесь вот день, там, где ночь, значит, само генерируется электроэнергия, там, где день, она переходит по проводам и там потребляется. Но это говорилось для тех, кто не знает закон ОМА. Вы представляете, 10 тысяч километров провод, допустим, 1 ОМ, 1 ОМ, значит, 10 тысяч 1 вольт, если вы на входе отдадите, то потребитель получит 1 вольт, 1 ампер, допустим, 1 ватт, все нормально. Вот это соотношение потерь, но это если один провод, безусловно, когда есть сети, то там еще добавляется, значит, само, так сказать, снижаются в какой-то степени потери, но несущественно. А, значит, имеется еще и такая, значит, вещь, когда сети эти не умные, как вот хотят сделать группа робототехников и мечтают об этом. Когда оператор переключает, у нас на Братской, значит, само, так сказать, один из агрегатов, значит, само загорелся. Поступил сигнал, значит, само отдай больше в этом районе, чистота ушла и оператор дал больше от Сушинской, решил взять, решил взять, а та уже на пределе была. Но и она показала, как она дает. Понятен ответ на вопрос. У меня еще есть ряд вопросов на понимание. Вот можно к слайду вернуться, где показаны коэффициенты полезного действия. Но только вопросы будут на понимание? Вопросы на понимание. Чтобы ответы были соответствующие, да? Мне действительно в этой схеме немного непонятно. В чем вопрос? Сейчас я по схеме. Вот эта схема. Я правильно понимаю, что вот когда мы говорим о производстве водорода для полимерных топливных элементов, для твердополимерных, да? Да, для твердополимерных, то мы рассматриваем соотношение водорода, полученного из массы газа, не учитывая затрат на энергию производства, не учитывая электроэнергии, например. Вообще говоря, у нас на планете 80% водорода получается конверсии метана. То есть это традиционный способ получения водорода. Поскольку здесь, значит, самому, так сказать, нужен достаточно чистый водород, поэтому вот на этом предприятии вот с таким КПД формируется чистый водород. КПД – это отношение массы водорода на выходе к метану на входе? Или это какой-то другой КПД? Нет, нет, это само КПД, значит, преобразование. Это все там, какие установки, какие технологические процессы, сколько электроэнергии, значит, потрачено. Это все. Хорошо, я понял, спасибо. И тогда вот кто-то, тоже есть вопрос подобного плана. вот здесь в КПД учитывается, как сформулировать, то есть даже не КПД, а то, что такой элемент, его нужно питать газом, включать в сеть газовую. Или можно не включать в газовую сеть, можно его питать от баллона с газом, например. Питать от баллона с газом? Он не требует постоянного нагрева, его один раз нужно нагреть, или нужно постоянно баллоны подвозить? Газ-то подается не только для того, чтобы нагреть, а это энергоноситель, который прямо преобразовывается в электрический ток. То есть если вы вот на этой электростанции, на которой были, что вы там видите? Сжигается топливо, любое. Оно что? Испаляет самоводу. 510 градусов температура воды попадает, значит, самопар на первый, значит, самопар, цикл турбины, на второй цикл турбины, значит, самопар, так сказать, это крутится все. То есть химическая энергия перешла в тепловую сначала, затем тепловая перешла в механическую, а потом механическая, там генератор, перешла в электрическую. Это процесс, если все КПД каждого, преобразование энергии, вы перемножите, а именно так и надо. А то на выходе 37% получится. То это будет, значит, получится 35%. Это тепловая машина. Вот последнее по докладу. Я бы хотел вам тезис подарить. Вы говорили о том, что ветер, который крутит ветряки, пойдет по пути наименьшего сопротивления и будет идти другими путями. Я бы еще предложил вам рассмотреть такую вещь. Вот энергия ветра, это что такое? Это энергия, которую планета получает от Солнца, грубо говоря. И она раньше уходила на что-то. Вот предлагаю поразмыслить над тем, если она ушла в генерацию электроэнергии, где-то откуда-то она ушла, исходя из закона сохранения энергии. Вот на самом деле мы дети Солнца. Вся его энергия, значит, благодаря этой энергии образовалась жизнь на нашей планете. Это и уголь, это Солнце, это запасенная энергия Солнца. Это и нефть, запасенная энергия Солнца. Это то, что растут деревья, это запасается энергия Солнца. Запасенная, а вот в ветре-то она не совсем запасенная. В одном месте у вас самое тепло, жарко, значит, давление выше, в другом месте холодно, давление ниже, и это выравнивается. Да, но это не запас энергии. Это энергия, которая постоянно от Солнца получается. То есть той энергии, которая, значит, самая лучистая энергия Солнца, недостаточно для того, чтобы те 10 тераватт запроса общества были сформированы поэтому рассматривать солнечную энергию, даже с более высоким КПД, если вы будете ее преобразовать, вы, ну, нельзя ее рассматривать как альтернативную, значит, самую энергетику. Хорошо, спасибо. Коллеги, 11 часов. Есть вопросы актуальные, интересные? Илья Новиков, группа куклеенспособности. Ну, я вот попробую, я разговаривал уже, но еще раз. Вот. Сколько, например, будет стоить там энергоустановка на ТТ мощностью, там, ну, допустим, где-нибудь киловатт 5 у европейских производителей? Вот сейчас из-за того, что европейские производители по большому счету не заинтересованы быстро и дешево делать генераторы, сейчас у них один киловатт стоит 40, значит, сама, так сказать, тысяч евро. В Соединенных Штатах значит, один киловатт стоит 7-8 тысяч долларов. Понятно. Значит, но себестоимость, там они и себестоимость еще считают в Соединенных Штатах, сейчас дошла до 150 долларов за киловатт. То есть, промышленное изготовление, значит, и без всяких надбавок, допустим, это будет… Спасибо. И еще, то есть, я правильно понимаю, что сейчас, ну вот, как бы, вот оцените перспективу, так скажем, применения ТОТЭ для большой энергетики в ближайшем будущем. Вот тут сразу надо говорить, значит, сама, так сказать, наверное, не большой энергетики, не централизованной энергетики, а распределенной энергетики. Другое дело, что вот ты, как человек, как семья, значит, ты можешь себе поставить киловатт, как делают это в Германии. При этом, если ваша семья потребляет в год только 5000 киловатт-часов, а, значит, вырабатывает этот однокиловаттный генератор у вас, значит, 8800, и если законодательно у нас будет точно так же, как в Германии, что мы взяли оттуда из сети, когда локальной сети, за рубль, а отдавать туда будем за 2. Нет, я не про это. Я вот говорю, что если, допустим, какому-то там заводу нужен источник энергии 1 мегаватт, это нереально, да, вот в ближайшем будущем. Вот сейчас, значит, в Соединенных Штатах, значит, как раз изготавливаются энергоустановки, нацеленные на 100 мегаватт. То есть конкретный завод… Это в Иллинойсе? В Иллинойсе 275 мегаватт. Мегаватт. Да, я говорю о других разработчиках, которые тоже там… Разрабатываются. Разрабатываются, да. Значит, то есть, другими словами, распределенную надо говорить, о распределенной энергетике. Для распределенной энергетики надо, значит, самому человеку киловатт. Сколько надо, столько можно сделать. Да, надо, значит, 10 мегаватт, пожалуйста, 100 мегаватт, пожалуйста, завод, допустим, если он такой, ну, надо ему, если бизнесу надо, ну, ради Бога. Это, значит, самовыгоду вы получите в том, что на транспортировку газа к вашей электростанции, к собственной электростанции, вам не надо будет столько тратить и столько потерь не будет, как доставка электроэнергии. И при этом, вот тут некоторое затруднение было, значит, самое, когда говорили, есть ли самостоятельная распределенная энергетика, тот же самый Газпром, тот же УГМК, они для того, чтобы свой бизнес работал, они просто сейчас поступают, они покупают электростанцию, значит, самую, так сказать, сетевую, ставят к себе, никому больше не дают, ну, или своему кругу дают и с приветом. Это та же самая распределенная энергетика. Они не хотят в сети жить, они хотят у себя. И цена, значит, только из-за того, что отказались от сети, становится существенно ниже. Ну, вот сетевики тут как раз нам и говорят, что обслуживание сетей это громадные деньги. Я как бы с удивлением узнал, что оказывается изоляторы моют на вот линиях высоковольтной передачи. Я обалдел. Коллеги, заканчиваем. Александр Сергеевич, большое спасибо за ваше участие, за интересный доклад, на самом деле. Оказывается, многое можно уже сделано в этом направлении и соотношение, вот эта картинка, на мой взгляд, самая интересная, которая указывает, где перспектива, да? В чем перспектива? Спасибо. У меня к вам вопрос или предложение. Я предлагаю вам присоединиться к нашей работе дальше, хоть завтра вы и уезжаете. При оформлении материалов, при их продвижении дальше на конференцию энергетиков и в администрацию губернатора. Вот если кого-то это интересует, значит, самая или заинтересует эта тема, я думаю, что если вы просто кликните, значит, ну в гугле Липилин ТОТ, то вы сможете, значит, сама там высветить те статьи, значит, сама, так сказать, которые посвящены. Вы не ответили на мой вопрос. Я готов, я всегда иду на это. Почему я сюда приехал? Я понимаю, что от того, что я здесь, от того, что идет игра, ролевая, будем говорить, игра, я понимаю, что я здесь не получу никаких дивидендов, значит, сама никаких средств для того, чтобы построить промышленное производство. Но я понимаю одновременно, что вот возможно я за, как это, посею какие-то зерна и молодые люди, молодежные конференции, да, молодые люди, значит, хотя бы представление, значит, сначала поимеют, ну а затем, может быть, и на последующих этапах, в последующие годы вольются. Спасибо. Последний вопрос, Александр Сергеевич. Поскольку уж, раз вы уже завтра выезжаете, как вы оцениваете вот свое пребывание здесь и это мероприятие, как вот нашу совместную работу? Вот я немножко раньше уже сказал, я бы хотел, чтобы это не только игра, которая нацелена, будем говорить, вот этот шаг сделать, этот шаг, этот же шаг, значит, сама, так сказать, и пофантазировать, значит, сама, что это может быть. Я бы хотел, чтобы вот эти шаги-то, значит, они были все-таки поближе к реалиям. То, что это не то, что, значит, сама, так сказать, можно, значит, сама, так сказать, вдоль реки мост, значит, построить. А что бы и не построить? Это очень интересно. Идешь, один по мосту, слева вода, справа вода, и берегов, значит, сама не видно, допустим. Ну это можно помечтать и можно начать строить, но не надо. Что поменьше надо фантазировать, да? Нет. Вот я считаю, что, значит, сама, так сказать, Новые идеи обязательно рождаются с фантазией. Но последующее продумывание этих идей, оно должно основываться все-таки на более реальных вещах. То есть сегодня я, насколько понял, собравшись, говорили, которые люди обращались ко мне, а что такое то ты? Они в своих докладах говорят то ты, а что это такое, они в общем-то не представляют. Так вот, то ты, я еще задержу немножко, вот эта пластинка, это твердый электролит, который проводит ионы кислорода. С одной стороны у вас нанесен один электрод, электронный проводник, с другой стороны другой электрод, электронный проводник. И топливо, которое поступает в одну полость, омывает один электрод. И окислитель, который, значит, сам, это, кстати, другой электрод. Здесь ионизируется кислород, переходит, окисляет топливо. Ионный ток бежит здесь, во внешней цепи бежит электронный ток, такой же по величине. Значит, и вот она электрическая энергия. Прямое преобразование, из-за того, что прямое преобразование, КПД может быть до 90%. Спасибо большое. От того, как вы технически решили вот этот топливный элемент, будет КПД. Либо 30%, либо 60%, либо 80%. То есть это уже техническое решение. Здесь та же самая ситуация. Вот этот элемент генерирует ток, генерирует, а все остальное до клемм. Это потери. Спасибо, Александр Сергеевич. До свидания.